Это был фрагмент фильма Михаила Ромма. И все-таки я верю. Это автор знаменитой картины «Обыкновенный фашизм». И в этом фильме он продолжает свои размышления о природе, порядка социального, наверное, устройства в таком радикальном тоталитарном виде, как фашизм. Но только по этому фрагменту, который вы увидели, вам, наверное, понятно, что подход у него намного более сложный, чем даже в обыкновенном фашизме. Картина, о которой говорю, полвековой юбилей, который недавно можно было бы отмечать, она получила очень интересную критику и совсем не обязательно, что положительную. Вот, скажем, Сергеева писала, что, скорее всего, это необыкновенный фашизм. Мне думается, что сценаристы придумали интереснее, чем получилось на экране. Для Ромма их замысел оказался исходным материалом, который он интерпретировал по-своему. Михаил Ильич сам написал и озвучил закадровый текст, поэтому обыкновенный фашизм – это суперактерский фильм «Личный взгляд Рома на проблемы истории». Обыкновенный фашизм шел от парада к параду, от кошмара к кошмару, от восторга народных масс к восторгу народных масс. То есть в конечном счете на экране был представлен необыкновенный, а все-таки необыкновенный фашизм. Ну, это один из упреков, которые получил Ром на свою картину. И, конечно же, то, что сам он по себе, этот фильм смонтирован в духе эйзенштейновского монтажа аттракционов, что там удивительные монтажные рифмы. Из 40 какого-то года мы оказываемся в современности, на рок-концерте, например. Это тоже задает определенные вопросы автору. И, кстати, это была тема, которая вызвала наибольшее сопротивление съемочной группы. Но вот я имею в виду эту рифму между, скажем, массовкой, которая присутствует на речи Гитлера, и массовкой во время исполнения Битлз, какой-нибудь популярной песенки. Это как раз очень многие восприняли в штыки, и в том числе и сценаристы Майя Туровская. Замысел изначально обыкновенного фашизма вообще был не ромовский. Это два человека просто предложили его рому. И в их замысле там было очень много игрового материала. Например, фрагменты немецких картин 20-30-х годов, Фрица Ланга, того же знаменитого доктора Мабузы, или Кабинет доктора Каллигарии. И вот как раз эта логика от Каллигарии до Гитлера, есть такая книга Зигфрида Кракаура, известного немецкого киноведа и культуролога, она вдохновила сценаристов на идею картины о том, как появилась какая-то культурная среда, а уже из нее вырос, вызрел фашизм. Но Ром, который полагал, что игровое кино более чем неуместно в такой картине, и сужает аудиторию, и вносит какую-то фальшь, взял в основном документальный материал. Только в чем состоит парадокс, о котором я хочу сказать, и мы от него оттолкнемся. Что тот материал, который смонтировал Ром, он тоже смонтирован об обществе зрелища, а тоже, в общем-то, какой-то фальши, об экранах, о системах показа, которые нас окружают. И поэтому, отказавшись от вот такого наглядного, но художественного материала, он все равно сделал наглядный художественный материал, только воспользовался документальными кадрами и такими довольно спорными рифмами, как, правда, между аудиторией рок-концерта и слушателями Гитлера и речевками нацистской партии. Что хотел сказать этим Ром? Мы будем сегодня все время задаваться этим вопросом, и будем искать как раз вот этот интегральный какой-то момент, тектоническую, может быть, силу, которая порождают эти фашистские толчки в культуре и в политике. Наверное, Ром разгадывал эту загадку, и в том числе в картине «И все-таки я верю», поскольку сам даже не удовлетворился и собственным ответом, поскольку, наверное, полагал, что в этой картине все-таки есть такое и поверхностное, и слишком уж наглядное, такое, опять же, для массовой аудитории более понятное, чем для глубокого серьезного анализа ценное. Поэтому вопрос о том, что такое фашизм, как он стоял тогда, в 60-е годы, как он возвращается к нам сегодня, например, на фоне вот этого боя двух идеологий, двух и более даже идеологий. У нас сейчас, видите, идеология осажденной крепости в кольце врагов. Нас все преследуют допинговыми кампаниями, разными обвинениями, обвинениями, Содомом и прочая паранойя возникает вокруг вот этой тематики классической крепость в кольце врагов. Конечно же, очень похоже на 84-й год Оруэлла. Ну, впрочем, это старая кода идеологии, и мы снова встретим ее сегодня в разных вариантах. Вот такая диспозиция. Это биполярная модель мира, в которой есть только черная или белая, в которой когнитивное картографирование размечает все вещи на такие однотонно, плюс или однотонно-минус. Ну вот то, что получилось у Рома, мы отталкиваемся все-таки от его материала, от его темы. И все равно интересно, особенно этот фрагмент, который он показал. Меня он, когда я накануне пересматривал картину, как уже сказал, совершенно поразил. Его трудно смотреть, например, сразу целиком, хочется остановиться, переварить и осмыслить. И каждый кадр, даже каждую рифму монтажную, и вы здесь тоже их видели, помните, скажем. Опять-таки аудитория футбольная, какой-то массовки огромные. Наверное, по поводу выигранного чемпионата мира, порыв болельщиков туда с трибун на поле. Они там, наверное, как обычно, отрывают сетку от ворот. И вот все это тоже с этими взрывами, военными маршами рифмуется. Что говорит Ром? Говорит ли он нам то, что, в принципе, вот любое такое действие, охваченное стадным инстинктом, приводит к фашизму? И неважно, находимся ли мы в гуще болельщиков, которые радуются забитому голу, толпе, которая громит магазины, или там конкретно лавки конкретных лиц конкретной национальности, или это что-то другое? Пока вопросы, не забегая вперед с ответами, интересно именно их ставить, а решать, как обычно, может быть, самое простое. Ну вот, материал, будем этот иметь в виду. И сегодня я отошлю вас еще к нескольким интересным материалам. Вот, например, у меня в руках такая книга «Что такое фашизм?». Довольно редкое свободного марксистского издательства Мэтью Лайонса. Вряд ли вы ее найдете, наверное, тираж 50 или 100 экземпляров. Вот в этой книге он тоже полемизирует с такими принятыми толкованиями фашизма, например, хрестомантийным коминтерновским определением фашизма, данным еще в 1933 году, о том, что фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. И это наиболее близкое мне, кстати говоря, определение. Я бы мог взять еще один эпиграф лекции из Бертольда Брехта. Брехт говорит, как можно сказать правду о фашизме, не сказав ничего о его носителе капитализме. Но, однако, вся эта книга посвящена как раз не столько критике этого типичного отождествления фашизма и капитализма, сколько разбору проблемы внутренней структуры этого взаимоотношения, фашизм и капитализм. И, конечно же, автор настаивает на том, что все не сводится к таким простым банальным очевидностям, как террористическая диктатура крупного капитала. Но, скажем, один из очевидных фактов, на который указывает другой исследователь Мейсон, его цитирует автор этой книги, в том, что когда нацисты оккупировали Польшу, а нацизм, конечно, всю Европу превратил в один огромный индустриальный цех, и, естественно, ковал оружие для новых войн. И вот парадокс был, например, в том, что тысячи, буквально десятки тысяч квалифицированных рабочих, польских евреев, они были отправлены известно куда, в концлагеря, вместо того, чтобы оставаться у станков и поднимать индустриальную мощь. Это парадокс, и он говорит о том, что, конечно же, в отношении капитализма и вообще производства, индустрии и вот этого самого фашистского диктата есть какие-то противоречия. На первых порах, как мы знаем, крупные финансисты здорово помогли Гитлеру, и если есть логика Каллигари-Гитлер, Хан Арендт говорит даже о логике Кант-Гитлер, то можно говорить о логике Круп-Гитлер. Это самая очевидная логика, потому что, конечно же, спонсоры, крупные капиталисты, вот эти монополистические структуры финансовые, они огромное влияние оказали на то, что происходило в 30-е годы в Германии, да, в общем-то, и в Италии тоже. Так что вот эта концепция, она очевидна, это мог бы быть эпиграф к лекции о том, что фашизм это почти же то же самое, что капитализм, и, возможно, еще один из анализов, которого у Рома не хватает, это анализ такого социально-экономического, реального. Все-таки Ром останавливается на системах показа. Вспомните, сколько у него материалов, которые выглядят как видеоклип. Даже это то, что мы сейчас посмотрели. И смонтировано само по себе, и взяты эти визуальные материалы, тоже, конечно, они вот как из фильмов Лени Рефеншталь, представляют собой парады, факельные файер-шоу, разные пиротехнические чудеса. И поэтому, как бы Слава Жижик сказал, тоже все это весьма похоже на концерт группы Рамштайн. Там примерно похожая же реакция аудитории, там, кстати говоря, немецкий выразительный язык, конечно же, там всякие чудеса, спецэффекты, там речевки, там полное сжение аудитории, в общем, простыми тезисами. Но Жижик как раз не придерживается этой очень простой и банальной версии, что вот Рамштайн – это и есть еще один какой-то носитель, частичка культурный геном, из которого вырастает фашизм. Как раз Жижик говорит о том, что неплохо бы очистить фашизм вот от такой связи с теми же самыми, например, рок-тусовками, что неплохо бы просто, например, собирать зрителей на концертах и никак не толкать им при этом идеологическую чушь, не превращать это в такие речи Гитлера в пивной. То есть отдельно рок-концерты, отдельно идеологические массовки. И поэтому вот если бы, правда, возможно, рокеры лучше делали свою работу, то толпа не стекалась бы туда, в другое место, и ее не захватывали бы другие ораторы, поэтому пускай себе Рамштайн занимается тем, чем он занимается, в этом как раз полагает Жижик, никакого вреда нет. Но у Рома мы видим, что здесь вот такая тоже мешанина может быть из разных символических элементов, которые составляют дискурс или образную систему фашизма. Теперь нам понадобится чуть более сложный материал. Нам никак не обойтись без триады Жака Марии Эмиля Лакана. Всем известна, я думаю, топика и триада Фрейда. Я, оно и сверх я. Это почти то же самое, но после полувека, конечно, активного внедрения Лакана, в том числе даже в массовую культуру, не то чтобы в массовой философии, я растолкую так очень бегло и приблизительно. Реально. Это такой неассимилируемый остаток, как определяет Лакан. Это вот первичное, реальное, то, что за пределом знания, за пределом репрезентации, то, о чем мы сказать не можем. Экзистенциалисты назвали бы это, например, тревогой. То, что идет из глубины нашей психики, но мы только можем обналичить это в определенный страх, а понять, чего мы в действительности боимся, это и психиатр пока что не умеет сделать, и, по крайней мере, даже это излечить. Или можно было бы в терминах, конечно, классического психоанализа сказать, что это есть оно, тоже такая глубина, бездонный колодец нашего существования, в котором что-то есть без сомнения, но когда оно выходит наружу, это уже компромисс, это уже символ, знак, это то, что можно интерпретировать, но это не само реальное, не сама вот эта же глубина. Воображаемое и символическое – это как будто бы экраны, щиты, или вот эти самые, правда, компромиссные выходы, или все-таки такие, лучше сказать, человеческие уже, а не только животные зоны психики, которые возникают вместе с нашей социализацией, взрослением и усвоением какого-то языка и системы кодировок. Скажем, первичная идентификация, воображаемая, это же и второй уровень психического нашего существования, второй модус, второй регистр, он начинается, вот, почитайте лака на стадию зеркала, с формированием этой зеркальной реакции на раздражители, окружающие нас вещи. Маленький ребенок не просто узнает себя, он узнает себя в отражении. Ему его индивидуальность приписывает. Помните, как вечная вот эта вот красивая сценка, в кавычках красивая, когда приходят гости, и молодая пара сразу спешит им показать ребенка, допрашивая, на кого похож, на маму, на папу. И потом ему всю жизнь будет собирать его субъективность из маминого, папиного, бабушкиного, даже и поп-идолов, и разных образов, которые нас окружают. Поэтому так формируется в отчуждающей первичной идентификации мое «я», и, конечно, это же то же самое фрейдовское «я», второй регистр, но штука у лака в том, что это «я» именно что фальшивое, отчуждающее, потерянное. Это какая-то поэма об автономном «я», говорит он. Поэтому мое «я» — это всего-навсего копия маленького другого или маленьких других конкретных людей, из которых я слепил свою идентичность. Ну а третий регистр, символическое, это та фаза, когда мы вступаем уже не только в мир образов и в мир зеркал, а мы вступаем в мир языка, социального порядка, различных требований, диктата идеологии. И это, конечно же, тоже можно сравнить со сверх «я». Это то, что нас бомбардирует постоянно разными необходимостями, приказами. То, что заставляет нас перейти от принципа наслаждения к принципу реальности. То, что потом создает у каждого из нас такую систему координат, вроде «хочешь жить, умею вертеться, надо как-то выкручиваться», таково устройство вещей. И поэтому, когда мы полагаем, что в мире именно такой социальный порядок, в плане карьеры, скажем, в плане каких-то необходимостей всего измерения денежным цензом, это и есть вот такая система координат, усвоенная, привитая и тоже отчуждающая идентификация, вторичная, символическая. Но это вот такие регистры, которые можно найти в топике отдельного лица, а можно, правда, вот в духе Слава и Жижика, который с этой триадой работал очень расширительно, проецировать на что хотите. На три периода в творчестве Альфреда Хичкока, на разные культурные, литературные, но особенно кинематографические, потому что он киноман материала, и поэтому можно найти, правда, какие-то социальные выражения того же самого реального, символического, воображаемого. Ну как предварительно, давайте представим себе, с учетом того, что мы говорим о фашизме, с уточнением фасцизм, возвращаясь к этому определению, от бодрияровского понятия фасцинировать, от латинского фасция, то есть зачарованность, вовлеченность, почти гипнотический эффект. Так вот, если такой зачарованный фашизм, как и у Михаила Рома, это зачарованность знаками фашизма, снова вообразим себе весь этот выразительный видеоряд. Но этот видеоряд, в чем состоит большая проблема, это солянка, которую можно встретить в любом другом месте. Снова на футбольном поле, например, на рок-концерте, в любой другой идеологии. Помните, как в обыкновенном фашизме Ром легко переходит от времени к времени, от одного континента к другому. И тут же, например, американская армия наших дней, а вот там, скажем, кто-то пляшет в немецком ночном клубе, а поет, правда, в этом ночном клубе дочка Геринга, допустим. И поэтому вот все как-то затейливо связывается, и скачками-скачками Ром проходит по разным эпохам, разным текстам, показывая, что во всем этом можно найти, тем не менее, какую-то логику фашистского диктата. Насилие, принуждение, ненависть к инакомыслящим и другие элементы фашизма. Однако проблема, с которой мы имеем дело, и от нее я на лекции по-настоящему теперь отталкиваюсь, это та, что в регистре символического понять, что представляет собой фашизм, в действительности нельзя. Это абсолютная окрошка. Как выглядит примерно, и в том числе у Михаила Рома, эта модель, если ее перекладывать конкретно, эксплицировать на анализ феномена фашизма, на уровне воображаемого. Это такая фасцинированность, зачарованность образами. Ну вот та самая харизма ораторская Гитлера или Муссолини. Помните тоже, какое внимание Ром посвящает этому моменту. Как там перед зеркалом тренировался Гитлер, какое количество фотоснимков, как он отточивал каждый жест. То же самое с Муссолини, его паузы, его выражения, его закатывание глаз, его волевой подбородок, который он так вот демонстрирует, примерно как цой, кстати говоря. И поэтому это вот такая зачарованность образом, но образом маленького. Другого нас не должно смущать, что это вождь, диктатор, трибун. Все равно это маленький другой. Можно влюбиться в идеологию, влюбившись в конкретного человека. Ну каждый, кто носит майку там или рвет ее за Путина, знаете, это вот вроде бы какая-то пиар-компания, очень хорошо оплачена из нашего бюджета западной фирмы, которая и придумала Путина на медведе, и Путина с обнаженным торсом, и вот эти вот снимки, которые очень любят женщины на Западе. Поэтому это вот такой маленький другой. Конечно, он символизирует мускульную мощь вообще империи. Конечно же, он представляет собой тело идеологии, но все равно маленький другой. Все равно согласитесь, вот как тоже можно посмотреть на Муссолини или Гитлера, что делает Михаил Ром. Да, посмотрите, как они повелевают толпами, но как они смешны, как смешны их жесты. Помните этот жест, над которым иронизирует Ром, когда Гитлер складывает руки у себя на паху. И потом все так делают, говорит он. Или помните, как он подбирается к месту, сейчас сядет, нет, вот сейчас сядет, нет, погодите, сел. И поэтому просто Ром наблюдает за ним, как микроскоп, как за букашкой, которая выступает перед другими букашками. И все равно это маленький другой, все равно этот гипнотический эффект, он может быть даже и проходящий. Или символический уровень. На символическом уровне мы имеем дело со знаками. Ну, например, у Бадрияра в симуляции и симулякрах есть замечательный анализ такого симулякра, как географическая карта. Географическая карта, говорит Бадрияр, она проектирует территорию, создает территорию, буквально. То есть, например, представьте себе карты спорных территорий. Курильские острова. На одной карте таким цветом, на другой таким цветом. Или какая, например, центральная часть на карте, если мы имеем дело с Соединенными Штатами или с Россией. Конечно, там Евразия в центре, здесь Северная Америка. И поэтому карта создает ощущение территории. И даже, правда, некоторые территории, которые даже фактически не принадлежат данному режиму, она аннексирует пока что в воображении. А потом и в реальности. Потому что готовит, потому что карта, конечно, борется за воображение. Это и есть та самая процедура когнитивного картографирования. Так что на уровне символического мы имеем дело с вот этими значками, стрелочками. Помните, кстати говоря, как в картах выглядят конкурирующие режимы. Красный и черный, например. Красный и белый. И поэтому это вот такая тоже раскрашка, но раскрашка на уровне символического. Но, естественно, все остальное тоже здесь в этом регистре. Деньги – самый главный, наверное, инструмент кодировки идеологии, который, как говорит Борис Гройс, вообще заменяет сегодня язык. В одной из его книг «Этика политики», по-моему, излагается теория того, что на данном этапе деньги стали единственным медиумом, таким, как раньше был язык, литература, тексты. А сейчас деньги производят, регулируют, производят в том числе человеческие отношения, и мы уже не нуждаемся в объяснениях нам достаточно расчетов, статистики и такого вот аргумента. Поэтому тоже можно сюда же это отнести, к регистру символического. Однако в чем стоит настоящая проблема? Глядя теперь на эту схему и видя там знак вопроса на месте реального. Проблема в том, что и на уровне воображаемого, и на уровне символического фашизм не идентифицируется. То есть, правда, как это была солянка, это окрошка такая из различных ингредиентов, так она и остается. Еще раз представим себе, из чего, по версии Рома, состоит фашизм. Кстати, там даже есть такие хорошие элементы. Помните, например, он издевается над ритуалом немецким коллективных обедов, помните, в Берлине? То есть все в один момент времени, в какой-то час дня, принимают общую пищу, и даже вожди Рейха там на улице. Тоже, опять же, Рома иронизирует, действительно ли этот Геринг прихлебнул или сделал вид, поморщился он или нет вот этой общей пищей. Ну, а помните, как у нас бывает, например, когда на День Победы полевая кухня работает. А что в этом плохого, собственно говоря? Это прекрасно, когда есть такие формы коллективного объединения, когда даже вот, правда, в христианстве это таинство особое через хлеб и вино, ну, а в Третьем Рейхе это тоже, получается, через пищу. И поэтому, если вот на этом основании идентифицировать фашизм, мимо. То же самое толпы. Где собираются толпы? Не обязательно, что толпы идут громить. Не обязательно, что, правда, поведение футбольных фанатов это вот такой какой-то латентный фашизм. Знаете, как это сегодня называется? Около футбол. Такая весьма странная среда и не очень благополучная, достойная внимания милиции, из которой могут вырасти в том числе и фашистские группировки. И, правда, иногда вырастают. Но всякое ли, правда, поведение футбольного болельщика может быть легко классифицировано как такое околофутбольно-фашистское. Понятно, что это наивно. О концерте Рамштайна я уже сказал. А другое. А в каком, например, режиме и в какой даже демократической форме правления не существует тюрем, исправительных учреждений, где, помните, в 20 веке психушка не была, например, инструментом исправления. И по обе стороны океана это работала процедура. Или, знаете, если посмотреть на такую изнанку реальности, какие-нибудь скотобойни, они существуют. И гринписовцы и защитники животных с удовольствием нам покажут эту сторону реальности и скажут, что мы больное общество в действительности. Или мы общество, которое игнорирует некую реальность, очевидность, мимикрируя или защищая самого себя от этого знания символическими щитами. Так что вот все эти компоненты, взятые в отдельности в фильме Михаила Рома, они не указывают нам на фашизм. Вот возьму в качестве примера фильм, может быть, вы некоторые его видели. Он называется, он по-немецки называется не так, а по-русски его переводят в волна, эксперимент «Два волна». Помните, была такая серия экспериментов. Ну, собственно, первый эксперимент – это о знаменитом опыте в Ельском университете, о том, как там изображали тюрьму, просто ролевая игра, охранники и заключенные. И вот к чему это привело, эксперимент «Зимбарда» довольно жестокий. А второй эксперимент – это как раз волна. Это тоже реальный эксперимент, который имел место, когда учитель, действительно, возможно, он преподавал курс автократии, дал своим ученикам задания. А ну-ка попробуем сорганизоваться, попробуем. Если вы считаете, что нам не грозит ничего похожего на третий рейх, попробуем сыграть в такую вот игру. Начнем с дресс-кода. Давайте завтра белые рубашки, черный низ, дальше больше, дальше стильный бренд, дальше, помните, даже, кстати говоря, когда они играют в водное поло, они начинают играть друг на друга, а не каждый на себя, давать друг другу пас. И тоже в скобочках замечу, а что в этом плохого? Это прекрасно, когда можно играть в пас, это обогащает игру, это является очень мощным козырем, когда в 70-е годы сошлись наши НХЛ-овские хоккеисты, оказалось, что вот эта модель игры через пас, а не через обязательный бросок с любой дистанции, она более эффективна. И поэтому в этом ничего плохого нет. Ничего плохого нет, что в том фильме мальчик побогаче отдал мальчику победнее белую рубашку, потому что у него не было денег на белую рубашку. И хотя они все превратились в таких белорубашечников, и хотя весь класс стал походить очень подозрительно на какую-то тоталитарную секту, но в самом по себе жести, согласитесь, нет ничего плохого. Однако, как убеждает нас автор этого фильма, логика там очень проста, любая коллективная ассоциация вместо вот таких индивидуалистов, каждый из которых борется за индивидуальные права, приведет к фашизму. Поэтому фильм приводит к трагедии, кстати, чего не было в реальном эксперименте. Поэтому там, конечно, настоящая мания возникает, психоз, паранойя, фашистская ассоциация. И совершенно понятно, что это вообще не анализ проблемы, а какая-то идеологическая шпаргалка. Просто страшилка. Дети, не ходите вместе рядами, не беритесь за руки, не маршируйте, не дай бог, не давайте друг другу передачи, вас коллективизм до беды доведет. И поэтому это вот такая просто страшилочка для наивного зрителя, как часто и бывает, когда на сложную интересную тему снимается идеологически ангажированный сюжет. Поэтому снова рассуждаем мы о том, что в регистре символического или воображаемого, в знаках, которые мы принимаем, помните эту вот полемику о том, что это такое свастика или какой-то древний знак, и как быть с буддистскими тогда символами, как быть с старинными русскими. И это можно найти в музее, что же с этим делать. И поэтому если любая картинка со свастикой сегодня уголовно наказуема, то правда придется начать с музеев, до чего же это доведет. Так что если брать просто знаки, знаки как таковые, крестики, например, или звездочки. Помните, звездочки-то везде, звездочки и в Америке, и у нас. А крестики, конечно же, они уже 2000 лет везде. И поэтому в этом смысле немецкий танк с крестиком или крести как награда, или крестик, но награда не американская, не фашистская, точнее американская, это нам не дает возможность опознать фашизм, уверенно, показать нем пальцем и сказать, вот этого надо бояться. Так что в фильме «Эксперимент. Два волна» все вранье. И вообще нет никакого, конечно же, серьезного обсуждения проблемы. Есть только этот салат. «Контаминация отдельно взятых, удобно сервированных признаков, которые якобы нам показывают на фашизм». А всего из этого вытекает идеологический просто урок. Ну, что тогда является реальным фашизма? Это самое интересное. И вот, как я начал, помните, с цитаты из книжки «Что такое фашизм?», из Коминтерновского определения фашизма. Здесь вроде бы один из очевидных кандидатов на роль такого фактора реального. Это смычка крупного промышленного капитала, того же, опять-таки, крупа, и мелких лавочников, и нацизма, и прочего. Но с этим не согласен автор книги Мэтью Лайенс. И поэтому далее он сам, критикуя многое, читая многое, многое комментируя, дает свое определение фашизма, которое вам покажется странным или, по крайней мере, нуждающимся в дополнительной расшифровке. Ну, вот его собственное определение. Фашизм – это революционная форма правого популизма, порожденная тоталитарным видением коллективного возрождения, бросающая вызов политической и культурной власти капитала, пропагандирующей экономическую и социальную иерархию. Тут многое сразу возмущает. Например, то, что это революционная форма. Как минимум, опять же, если серьезно прочитать разную литературу о фашизме, фашизм с разными модусами работает времени прошлого. Помните эти вот все экспедиции даже за архаикой культурной, эти раскопки, эти от небелунгов, идущие якобы корни фашистской идеологии. И в то же самое время это, конечно, туда вечно испроектированный Третий Рейх, поэтому футурологический это проект, или это какая-то форма рессентимента, или это ностальгия по потерянному прошлому и сетование на то, что современная культура декадентская, выродившаяся, и надо возродить вот эту подлинность. Какого фашиста мы берем и как это мы вычитываем? Но в любом случае есть некая проблема с тем, какое время приписывать фашизму в качестве такого базового. Но вот здесь, видите, автор настаивает на термине «революционный», поясняя его, что речь идет о структурной и фундаментальной трансформации политического, культурного, экономического и социального порядка. Претендует ли фашизм на эту радикальную перестройку порядка? Ну, пожалуй, что да. Что касается других форм определения, ну вот с правым популизмом все правильно. Тут вообще трудно было бы, конечно, перепутать право и лево. Вы знаете, что в политическом смысле фашизм всегда идет справа, и во всей современной Мишанине, кажется, тут невозможно заподозрить какую-то другую возможность определения фашизма. Фашизм так или иначе идет справа. Но при этом популизм правый имеется еще в виду. В идее коллективного возрождения, в выступлении против этого декадентского заката современной культуры, бросающая вызов власти капитала. Вот оно самое сомнительное. И вот видите то, что подрывает вроде бы комментарновское определение такой смычки капитала и фашизма. И то, о чем сегодня еще буду говорить, потому что меня эта тема больше всего интересует, недаром я запасся таким кирпичом, как Наоми Кляйн «Доктрина шока. Капитализм. Катастрофа». И поэтому сегодня поневоле разговор о фашизме и фасцизме, то есть в таком зрительном, выразительном фашизме, перейдет к разговору о взаимосвязи капитала и фашизма. Ну вот в любом случае я должен эту книгу упомянуть. Она издана свободным марксистским издательством, с ней все нормально, она не крамольная и точно написана не справа. И она, по крайней мере, создает такую проблемность в определении. Ну а то, что в определении всюду проблемы, давайте вот хоть у Умберта Эка посмотрим. Знаменитый заслуженный автор, который во все внес порядок. Например, вот однажды он составил признаки вечного фашизма. Посмотрите на них внимательно. Вот тоже, насколько они, а это тщательно продуманный эко, такие собранные во всей литературе определения, насколько они корректны. Культ традиции. Ну, пускай себе. Хотя, видите, там у Мэтью Лайонса речь идет о революции. Иррационализм. Да, фашизм часто выступает с позиции критики рационального. Кстати говоря, тут вообще удивительные вещи. Об этом тоже говорит Мэтью Лайонс, что в Германии, послевоенной Германии, которая старалась вытравить всеросские фашистские идеологии, боролись с французскими экзистенциалистами, воспринимая их как вот таких правых фашистов из Франции. Потому что они иррационалисты, потому что они иррационалисты, точнее, а фашизм маркируется как такой иррационализм. И поэтому там Гегель, Кант, Маркс, это все нормально, это все рационалистическая философия. А эти вот проклятые экзистенциалисты, с которыми очень трудно в философском плане иметь дело, как с системой, например, взглядов, они по неволе туда в правый спектр скатываются. Но нет ничего смешнее, конечно, чем Сартра записывать туда. И поэтому разные чудеса бывают здесь с этими определениями. И каждый из этих факторов можно вот так вот критиковать. Ну, тут есть очень очевидные, конечно, вещи, такие как сенофобия, опора на фрустрированный средний класс, исторический факт, конечно, побежденная Германия, Веймарская несчастная республика, расизм, национализм. А вот новояз возьмите. Новояз или африканская грамматика, как это называет Ролан Барт, это вообще, в принципе, кодировка любой современной идеологии. Все теленовости на новоязи. И поэтому то, что Орвелл так карикатурно в 1984-м описал, это такая реальность, к которой все уже привыкли, в которой нет ни одного живого слова. В которой, помните, начиная, скажем, с Вьетнамской войны в Соединенных Штатах вместо концлагерей санитарные кордоны, вместо уничтожения зачистка, вместо, собственно, интервенции гуманитарной интервенции, там, лагерь для перемещенных лиц вместо концлагеря. И поэтому вот эта вот тарабарщина, которой пользуются политики, которые все службы новостей принимают как тоже такой дресс-код языковой, эта тарабарщина есть язык идеологии вообще, в принципе. И поэтому не только фашизм говорит на новоязи. Да любой молодой человек говорит на новоязи. Невозможно пройти по улице, чтобы не услышать «я такая», «он такой», «чё», «короче». И поэтому совершенно понятно, что вот это какой-то особый язык, у него своя система, свой-чужой. И такой язык, конечно, не словарный, неправильный, в том числе и фашистский язык. Дальше тоже есть такие проблемы. Неприятие модернизма. Ну а как там с итальянским, например, фашизмом? Он совсем не такой консервативный, не такой критически настроенный по отношению к так называемому декадентскому искусству, как немецкий фашизм. Презрение к прогнившим парламентским демократиям, качественный популизм, кольт смерти. Вот всё вроде бы и подходит, и в то же самое время это можно, видите, на любую другую надеть форму, и будет примерно так же хорошо сидеть этот мундир. Так что с определениями Эка, ну вот как, например, Славой Жижек говорит, процитирую его, «Умберто Эка недавно перечислил характерные черты, которые определяют ядро фашистской идеологии. Твёрдые догмы, отсутствие юмора, неспособность к разумной аргументации, но он более чем заблуждался. Современный неофашизм становится всё более и более постмодернистским, цивилизованным, игривым. Ему свойственна ироническая отстранённость, но при всём при этом он продолжает быть фашизмом». Так что вот с модерном и постмодерном та же самая ситуация. Кто сказал, что сегодня фашизм будет по-прежнему играть вот в эту ненависть к модерну, в это искусство для народа, в эти волевые подбородки. Помните, как Штирлиц иронизирует в разговоре с профессором Плейшнером про римские носы, римские скулы. Вот это вот для него есть такой зримый образ фашизма. На этом, кстати говоря, основанием прокачивает Плейшнера, понимая, свой это или чужой. Если тебе действительно кажется этот профиль римлянина безмозглым, то да, скорее всего, ты антифашист. И поэтому на основании культурной идентификации можно вычислить тоже, с кем ты имеешь дело. Ну вот, то есть, здесь тоже такой порядок очень сомнительный у Умберта Эка, как и в разной прочей литературе о фашизме. Поэтому мы сегодня будем идти от такого темного леса, в котором много чего намешано, к каким-то содержательным признакам фашизма. Хотя и в том, что мы посмотрели здесь на доске, тоже, конечно, очевидность какая-то и качественная даже точность есть. Ну вот, один из эпиграфов коллекции был, те, кто опоздал, небольшой материал из интернет-проекта «Борода», где безграмотность, выпьющая безграмотность населения становится предметом иронического постмодернистского смеяния. И на простые предложения, кто такой Ленин, правда, например, или назовите простые числа из первого десятка, все начинают считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А что такое простые числа, вспомним. И вот эти предложения находят, конечно, абсолютно неадекватную реакцию в народе, и интернет-проект «Борода» это всячески обстебывает. Все это забавно, занятно, и такой антиинтеллектуализм фашизма, это, возможно, была бы базовая характеристика, но поскольку очень долго говорил, очень быстро как раз пришло время немножко развеяться и на тему такого интеллектуального, современного, проблематичного состояния общества, которое, как возможно, является благоприятной средой для фашизма, или вот этого фасцизма, этой завороженности зрелищем, когда слова не нужны, а текста читать сил нет. И поэтому зачем нам, правда, крутить колесико мышки, достаточно просто кликать на картинки. Ну вот на эту тему давайте посмотрим два сразу фрагмента. Один мой самый любимый, я его ставлю вообще во все лекции практически. Это фрагмент фильма Бориса Соболева, очень хорошего корреспондента, автора нескольких сенсационных, даже можно сказать, программ, «Коронованные особи». Может быть, увидели, он давно уже вышел, про изнанку конкурсов красоты. Там было знаменитое то самое интервью с Инной Жирковой, после которого появилось словосочетание «Синдром Жирковой», «Феномен Жирковой». Ну и много всего такого забавного. А здесь всего буквально две минуты. Разговор с красавицами, которые позиционируются создателями конкурса, кстати говоря, Санкт-Петербургского, еще и как умницы. Вот что эти умницы знают? Давайте посмотрим. Очень приятный материал. Кто изображен на памятнике «Медный всадник»? Чем знаменит Иван Сусанин? Был великим путешественником. На отечественном конкурсном Олимпе зажглась новая звезда – «Российская красавица» – национальный фестиваль красоты, ума и таланта. Кто изображен на памятнике «Медный всадник»? Невский. Назовите страну, название которой состоит из двух слов. Усть-Илимск. Страну? Страну Куала-Лампур. Страну? Нью-Йорк. Классическое воспитание, прекрасная образованность, широта кругозора – вот что выгодно отличает наших финалисток от участниц других конкурсов. Сколько было мировых войн? Обязательно прямо отвечать на все вопросы? Нет, конечно. Кто изображен на памятнике «Медный всадник»? Кто такой Ленин? Блин, а что за вопросы вообще? Я потерялась. А кто такой Леннон? Кто? Леннон. Не знаю. Дон Жуан найдет в них пылких дев, поэт утонченных мус, мыслитель интересных и начитанных собеседниц. Щедро одарила природа наших северных аврор. Почему Герасим утопил Муму? Потому что Муму плохо себя вел. Кто такой Че Гевара? Не знаю. Чем известны Хиросима и Нагасаки? Вы откуда родом сами? Из Японии. Папа японец, да? Да. А мама русская? Да. Хиросиму и Нагасаки не знают. Вот что-то на слуху я забыла уже, не помню. Кто написал роман «Идиот»? Не знаю. А роман «Идиотка»? Тоже не знаю. Сравнительный годовой оборот. Рынки России. Игорный – 1 миллиард долларов. Охранных услуг – 4 миллиарда. Табачный – 4,5. Пивной – 5. Платная медицина – 6. Коммерческие вузы – 7,5 миллиардов долларов. И при таких-то оборотах бизнес на высшем образовании бизнесом как бы не является. Все до последнего коммерческие вузы в госреестре числятся как некоммерческие образовательные учреждения и фактически освобождены от налогов. Наши вузы, являясь некоммерческими учреждениями, на самом деле прибыль извлекать оттуда не могут учредители. Потому что всё, что зарабатывается по закону, должно быть направлено на развитие. Это по закону. А как на самом деле? Вообще за последние полтора десятилетия в сфере платного образования была хоть одна системная финансовая проверка. Похоже, не было. Рентабельность здесь такова, что если студент дневного отделения юридического факультета платит в месяц за обучение 5000 рублей в среднем, из них 1000 рублей уходит на оплату преподавательского состава, 1000 рублей в среднем уходит на аренду помещения, оплата коммунальных услуг, накладные расходы, библиотечный фонд. А остальные 3000? Остальные деньги уходят хозяину. Так это более чем стопроцентная прибыльность, что ли? Конечно. Наша собеседница – декан Юрфака одного из платных московских вузов. Говорит, что у их учредителя таких заведений по городу аж 9 штук, что он бывший бандит, на педагогах экономит, зато недавно купил себе самолет. С официального сайта вашего вуза структура профессорско-преподавательского состава. Доктора наук 15%, кандидаты наук 79%, без учёной степени 6%. Это правда? Это полная чушь. Потому что у нас было два доктора наук. Один ушёл, а второй доктор наук медицинских остался. В юридическом вузе? В юридическом вузе. А кандидаты? Кандидаты наук, их можно пересчитать по пальцам, одной руки. И что вы делаете? Мы привлекаем гастарбайтеров, преподавателей из других регионов. А что остаётся делать? Ну вот доктор наук 220 рублей в час. Да, кандидат наук 190. Какой же сумасшедший пойдёт за такие деньги в Москве? И снова Смоленская глубинка. Филиал на сей раз уже Международной академии туризма. 250 студентов ежегодно приносят сюда около 7 миллионов рублей. На зарплаты и так называемую материально-техническую базу, вы видите, в каком она состоянии, тратится от силы миллион. Где остальные шесть? Видимо, ушли на смену вывесок. Мы переменим её, информацию изменим и через недельку поставим на место. Только основная информация. С новым вузом. Да. Теперь здесь будет высшая школа менеджмента, пятый вуз города. Для сведения, из-за перехода на 11-летку в этом году в вяземских школах нет ни одного выпускника. Кто будет учиться в коммерческих академиях, непонятно. Кто преподавать, тем более. Возьми один всего доктора наука. Для вуза надо, ну минимум, два-три доктора наука. Знаете, что такое три доктора? Все их найти. Ну, пишут все, из Москвы приезжают. Ну, это же ложь, они же никогда не приезжают. Мы как-то говорили вам, что в районе сложнее, намного сложнее, чем здесь. Филиал Волгоградского госуниверситета – Волжский гуманитарный институт. Здесь тоже, как водится, гордятся своими международными связями и учат по якобы всемирно признанным методикам. Видеосеминар – практика общения с загробным миром. В чем заключается функция добрых духов? В общем, понятие, есть и добрый дух, и злый. Дальше теоретические занятия. Авторский спецкурс – конструктивные особенности НЛО. 25% занимает металл, следующее 30% – биологическая масса, то есть она как резина. 4% занимает магнитная какой-то запитка, говорит, вот запитаешь магнитной, и тогда на корабле можно летать. По форме тарелочки подразделяются на выгнуто-пупырчатые, вогнуто-пузырчатые и углубленные на вроде суповых. Обратите внимание на лица студентов. Ни усмешки, ни тени сомнения, полное доверие к происходящему. Конечно, инопланетяне есть, все это существует, все это при большом желании можно увидеть, поэтому что-то отрицать здесь, я считаю, это неправильно. Это наука очень серьезная. Из диалога преподавателя уфологии с пилотом, плотно засевший в его мозгах, летающей тарелки. Я спросил, а на каких кораблях вы летали, и вы знаете, что летает не по прямым, а через червоточины, по крайней мере преодолевая длинные измерения. Он сразу, конечно, мы только стартуем и уже около земли. Еще раз отметим, дело происходит не в частной лавочке, а в филиале крупнейшего в регионе государственного вуза, обязанного, ну хотя бы ради приличия, соблюдать федеральные образовательные стандарты. Интересные рефераты были про прекрасные привидения, полтергейсты, также и про энергетический вампиризм, тоже очень хорошая тема, актуальная. Конец занятия. Из кейса извлекаются так называемые рамки. Студенты по очереди подходят к преподавателю. Как там у нас с половой чакрой? Угу, работает. Сердечная работает, хорошо. Ну а как с головой? Ну, более-менее, более-менее. Все это называется, это ж надо додуматься, контроль за успеваемостью учащихся методом биолокации. Сердечная чакра, ну видно, что человек добрый и так далее. Ну и купол, так сказать, он хорошо, человек учится хорошо. Цена обучения 200 тысяч рублей. Специалистам по барабашкам дается пятилетняя отсрочка от армии и вручается вузовский диплом государственного образца. Его иностранный перевод можно заказать за отдельную плату. Отдохнули, посмеялись, а в действительности тема очень грустная. Если вы посмотрите все четыре части этого фильма «На дне знаний», то у вас еще возникнет эффект такого дня сурка. Там, скажем, в первой части, когда они ловят с поличным взяточников, снимают скрытой камерой. А во второй, в третьей части, снятой спустя несколько лет, оказывается, что все на своих местах. Или, по крайней мере, просто сменили один вуз на другой. И те же взяточники-преподаватели, и те же проекторы-ректоры по-прежнему занимаются, кто кассой занимается, кто такими вот курсами. И все это, конечно, если выобразить себе масштабы, вспомните цифры, с которых мы начали, совокупный объем оборота, рынок побольше, видите, чем то, что нам кажется превосходящим этот рынок. И горный бизнес, например. И вот сейчас уже 11 миллиардов, а не те цифры, которые вы здесь видели. Все это, конечно, воображение просто поражает. А, говоря о питательной среде для вот этого бездумного совершенно идеологического вируса, как и в том числе популизм правого толка фашистский, ну, разумеется, что это и представляет собой весьма благоприятные условия для его взрывания существования. Но дальше вы увидите в этом фильме, на дне знаний, как ситуация не только в провинциальных филиалах выглядит, но и на уровне столичных, серьезных, московских заведений. И поэтому, конечно, совершенно фантастическая сейчас ситуация с образованием. Такого быть не может, как кажется, но я как человек, который 20 с лишним лет работаю, я могу, видите, каждое из здесь увиденных явлений подтвердить. И такое бывает, по крайней мере, это точно. Поэтому на чем базируется фашизм, вот видите, в таком, правда, фрустрирующем классе, фрустрирующем обществе, на каких популистских лозунгах. Ну вот мы можем видеть, что не обязательно, что он должен быть немецким или итальянским. Совершенно понятно, что такие условия создаются, в принципе, очень легко, методом социальной инженерии. И так или иначе, это, конечно, способствует распространению этих бацилл. Но все равно, пока мы не слишком приблизились к решению нашей проблемы, потому что и так, и эдак, и если мы имеем дело с классификацией ЭКО, или если мы имеем дело с другими общепринятыми словарными, даже какими-нибудь определениями фашизма, мы не можем нащупать его ядро. Мы по-прежнему находимся в символическом воображаемом уровне. Более того, усложняем схему, можно говорить даже о том, что в каком-то смысле находимся иногда в символическом символического и в воображаемом воображаемого. Не будем пугаться этих определений. То есть, если просто символический регистр – это вот эта логика взаимодействия с языком, дискурсом, порядками разными социального устройства. Ну, помните, как у Пелевина, гламур и дискурс, все определяют. Гламур – это дискурс в картинке, дискурс – это гламур. И поэтому тоже здесь чего не хватает? Не хватает реального. Снова мы, получается, имеем дело только вот с этими нижними гранями проблемы. Ну, то же самое у Рома. В основном воображаемое и символическое. А, пожалуй, что о социально-экономическом и таком более серьезном, глубинном, внутреннем в обыкновенном фашизме не слишком удовлетворительно сказано. Отсюда и потребовалось другой фильм создать и развить вообще тему. Так вот, в таком случае можно говорить иногда только о символическом символическом. Это абсолютно ложное и запутывающее объяснение устройства социального порядка, где языки и знаки настолько прихотливо выстроены, что, возможно, всякие оксюмороны. Ну, помните, скажем, в 90-е годы был такой оксюморон красно-коричневый. И вообще, каких только фашизмах нет сейчас, если подумать. Вот когда Вольфганг Вельш написал статью об этимологии термина «постмодерн» и отмечал, что с ним тоже абсолютная ахинея, его употребляет кто как угодно, и путая даже с постным маслом, возможно. И вот он там говорил, что есть и постмодерновые путешествия, и постмодернистская теология, и постмодернистская кулинария. Это все в быту, это все ходит. Ну, а сейчас, видите, как только фашизмом мы что-то не интерпретируем и с этим словом что-то еще не связываем. И есть такие производные, как там демофашизм, либеральный фашизм, красный фашизм, конечно, куда без него, русский фашизм, еще один оксюморон удивительный. Ну, и кулинарный фашизм почему нет? Потому что чем дальше, тем сильнее нас зажимает любитель здорового образа жизни. Так что, правда, возможно, как в голливудских антиутопиях, скоро вообще будет тяжело мясоедам или людям, которые… Вот сейчас уже, например, испытывают курильщики такое давление страны, любители здорового образа жизни. Я никогда не курил, не курю, но все равно я понимаю, что это некое насилие над теми, кто находится в другой части социального спектра. И поэтому это вот всякие тоже, возможно, формы насилия, которые легко бы и просто, особенно в полемике, особенно когда идет просто обмен ругательствами, можно было определить как фашистские. Так что дайте кому-нибудь монтажный пульт, предоставьте ему разный материал, и он вам за пять минут смонтирует салат из абсолютно любого текста визуального. И можно, правда, превратить там, скажем, помните, как Буньель рифмовал священников и скорпионов в Золотом веке. А когда Ельцин готовил к расстрелу парламента страну, во всех репортажах, снятых из последнего совета расстрелянного народных депутатов, тоже были такие монтажные рифмы. И, во-первых, депутаты все какие-то зевающие, сонные, только такими выхватывали их лица, и рифмуются они с какими-то насекомыми, что-то из мира животных. И поэтому так за несколько месяцев очень легко оказалось запрограммировать и подготовить соответствующий результат. Поэтому дайте кому-нибудь такие возможности монтажного оперирования этими символами, и он вам построит фашизм, где вы хотите. И это будет убедительно. И на уровне вот такой логики визуального вам этого, возможно, будет достаточно. Точно так же, конечно, можно говорить и о солянке из образов, а не только из знаков, вот таких симулякрах третьего порядка в терминологии Бодрияра, воображляндия какая-то, знаете, вот что такое идеология. Есть серия Южного парка, даже, по-моему, две или три тематически связанных серии про воображляндию, про страну, где реально живут Микки Маус, всякие персонажи диснеевских мультфильмов, и ее захватывают террористы, и американский президент предлагает нанести ядерный удар по воображляндии, ну, как бы по коллективному фантастическому нации. Так что это идеологическая, какая-то утопия, идеологический топос, да, лучше сказать, в котором образы самодостаточны, в котором они несут на себе еще какую-то социально-политическую маркировку, в которой они действительно образы иногда сами по себе захватывают, правят. Значит, мы должны все-таки видеть за символическим реальное и за воображаемым реальное, и поэтому переходим к такой схеме. Если я бы вовремя сделал это, я бы здесь нарисовал структуру Барамеева узла, то есть эти места, где пересекаются все три кружочки. Мысленно их заштрихуйте, и вы получите такие зоны, где действительно находится реальное символическое, поскольку реальное символическое соприкасается, где действительно находится реальное воображаемое, поскольку они действительно имеют точку пересечения, это в терминах лакана синтом, такая констелляция ключевых означающих, баромеев узел, потому что у герцога баромеева был герб в виде трёх этих самых кружочков. Так вот, можно было бы, правда, поточнее тогда просто топологически показать, где именно находится реальное символическое, не во всём кружочке, а вот только в той части, которая соприкасается с реальным, где она в самом деле выдаёт какие-то важные травматические симптомы. Как это показать на примере довольно наглядном? Возьмём знаменитое из Клода Левистроса исследование структуры племени под названием Винни-Багу. Это племя делится, деревни этого племени, на людей верха и людей низа. И когда людям верха предлагают нарисовать картину, они рисуют вот эту картину, где деревня единая, единый кружок, но она разбита, посмотрите, посередине, диагонально. И поэтому вот у них так выглядит устройство, такое в голове, в ображлянде. Когда людей низа просят нарисовать, как выглядит деревня, они рисуют тоже кружочек, но уже не разделённой одной линией посередине, а два кружочка, один в другом. Таким образом, оба они не объективны. Что говорит об этом славой наш Жижик? Хотя, конечно же, этот пример – это пример такого неправильного, необъективного, не имеющего дело ни с какой социальной реальностью вроде бы видения, и ни картина людей верха, ни картина людей низа не имеет дело с реальным топологическим устройством в деревне, но я выделил жирным, с чем они действительно, обе эти картины, имеют дело, так это с травматическим противоречием, антагонизмом фундаментальным. То есть в самом деле люди верха и люди низа – это разные. В социальном, классовом, в каком хотите, в культурном смысле люди. Так же, как оппозиции «мужское и женское», например, дальше говорит Жижик, или так же, как партии «левые и правые». И поэтому, когда левая партия рисует карту, когнитивного картографирования создает карту, или когда правые партии рисуют себе тоже какие-то социальные противоречия, ну, например, в терминах фашистской идеологии социальные противоречия выглядят как противоречия производителей и паразитов. А под паразитами понимаются, конечно, там и мигранты, и евреи, и даже, может быть, какая-то часть буржуазии, и уж, конечно, леваки, и профсоюзы, и прочее такое. Улавливайте. Но когда с точки зрения левой идеологии мы тоже пытаемся маркировать конфликт, который, естественно, имеет место в обществе, он облекается в терминологию классовой теории. И это вот тот самый классовый конфликт, который представители старшего поколения изучали, записывали, конспектировали в вузах и школах. И поэтому тоже это как люди верха и люди низа – правая и левая. Ну, недаром на славу и жижике Френч Сталина. И недаром все-таки это философ явно очевидно левацкий с нашей правильной позиции смотрящей на происходящее. И тут мы, кстати, дошли до одной важной оговорки. Я хотел в самом начале лекции ее сделать, но в итоге до конца, до середины дотянул. Оговорка состоит в чем? Что любое рассуждение на такой, как на этой лекции, о таких вещах, как фашизм и вообще любая лекция – это, конечно же, процедура манипулирования слушателями, в том числе с точки зрения идеологической ангажированности лектора. Ну, как и все учебники истории, мы знаем, необъективны. Как и даже иногда науки, точные, на самом деле тоже они такие, такие с элементом нарратива и с элементом человеческого субъективного фактора и идеологической окраски написаны. И поэтому первая оговорка должна была бы с нее начать лекция. Начаться лекция следующая, что когда мы говорим об идеологии, как фашистской идеологии, идеология не может быть анализирована нейтрально. Вот так вот, как она есть, как в природе, например, существует какое-то явление. Анализ идеологии всегда производится с методологических установок какой-то тоже, наверное, идеологии. Поэтому, открывая карты, моя идеология, конечно, неомарксистская. Поэтому я бы тоже мог в таком френче прочитать лекцию, если бы он у меня был. И поэтому, говоря о конфликте левого и правого, я все равно не нахожусь над. Да, я не нахожусь вот как этот белый человек, который сравнивает два плана деревень и рассуждает с позицией Господа Бога, наверное, о том, как в действительности устроена социальная реальность. Это первая оговорка. Вторая оговорка стоит в том, что, конечно же, идеология тоже это не идеология вообще. И фашистская идеология – это не идеология вообще. Это какие-то частицы и носители идеологии. Ну, вот у Михаила Рома мы видели эти носители, эти вот визуальные материалы, откуда они взялись. Откуда эти кадры-хроники, например, конкретно берутся. Можно это все найти в архивах. И, кстати, в фильме и вот в этой книге «Обыкновенный фашизм» он раскрывает правду о происхождении некоторых источников. О том, откуда взялись, например, фотографии, где Гитлер позирует перед зеркалом и репетирует свои жесты. И поэтому можно найти вот эту вот правдивую историю того, как какие-то материалы попали, как они были обработаны и что они сами по себе представляют такое. Поэтому идеология, она в каких-то частицах и носителях находится. Но в силу своей обычной профессиональной нацеленности на сферу повседневности я обыкновенно имею дело и анализирую такие формы повседневного быта. Ну, как ролики рекламные, как то, что я вам показал с Ютуба, это можно скачать, как видеоматериалы, как какие-то картинки. И поэтому это вот, конечно, такие, видите, непрограммные положения идеологии. Это не манифесты, которые можно где-то найти политических партий. Впрочем, кто сейчас читает манифесты политических партий? Возможно, в духе вот этого переключения от фашизма к фасцизму, мы просто давным-давно уже люди не нарратива, а люди визуального восприятия. И для нас достаточно одних образов, одних только символов. Поэтому, говоря о том, в каком носителе мы воспринимаем фашистскую идеологию, вот снова приходится говорить именно о фасцизме, о фасцинации, о нашей зачарованности образами, о нашей зачарованности вещами, которые мы, как в сфере повседневного устройства, носим сами с собой. Знаменитого Марксова определения о том, что власть над нами мы носим в наших собственных карманах, в наше время приобрело абсолютно буквальный смысл. Это вот те самые телефоны, которые, как объяснил Сноуден, например, или Ассанж, за нами шпионят смартфоны. У всех смартфонов очень широкая шпионская программа. Я думаю, у каждого третьего пользователя ноутбука камера заклеена. Но я, посмотрев фильмы про Сноудена и Ассанжа, первым делом это сделал. И поэтому совершенно понятно, что есть такие технологии, которые позволяют отслеживать наше местоположение, которые, конечно, собирают о нас для всякой рекламы фоновой, контекстной всю информацию. Так что любой запрос в поисковике, любое наше обращение к этой виртуальной реальности – это обращение сквозь призму досье, которое на нас составлено. Но данные для этого досья мы подбираем сами, как наши социальные сети и наши странички в социальных сетях. Мы уже облегчили работу налоговым агентам, кадровикам, людям, таким как судебные приставы, которые отслеживают историю разных преступлений. Поэтому у каждого из нас это досье про самого себя замечательно. Наверное, тоже половина здесь из вас сидящих смотрели фильм «Он вам не Димон». Если человек фотографирует сначала алые паруса, предположительно с яхты, да и действительно откуда бы еще, или покупает кроссовки через интернет, или занимается ведением Инстаграма с романтическими кадрами, что он, собственно говоря, еще хотел. Он сам на себя составил досье. Он сильно облегчил работу тем, кто с этим умеет делать профессионально. И поэтому вот эта вот наша власть над нами, видите, она, правда, в наших же руках, в наших карманах. Это гаджеты, это вещицы, без которых мы не можем обойтись, и в которые мы на самом-то деле влюблены. Это и есть фасцизм. Это вот такое фасцинирование над нашими вещами. Это действительно какая-то удивительная новая, уже теперь молекулярная структура власти, о которой я рассказывал в предыдущей лекции «Эгоистичной ген-идеологии». Темой той лекции была очень простая идея, что нет никакой координированной из центра единой системы идеологического диктата. Помните, как это выглядело в разных фильмах? Есть какая-то башня, антенна, какая-то программа, которая всем нам переставила мозги. Или какая-то матка инопланетная, убей матку и сразу отступит вся эта зараза. Но все это было в прошлом-позапрошлом веке. Сейчас такой координированной центральной оси, вокруг которой накручивается паранойя, уже нет. Каждый из нас, как такой эгоистичный ген у Докинса, носит идеологию тоже еще и в индивидуальных экземплярах. И поэтому мы ее производим, как, знаете, вот эти вот фотожабы какие-нибудь, демотиваторы. Мы занимаемся перепостами, мы ставим ей лайки. Возможно, как в «Черном зеркале» третьего сезона, первой серии третьего сезона, когда-нибудь лайки будут вообще нашим социальным паспортом. И в зависимости от нашего рейтинга у нас будет и жилье, и работа, и место в бизнес-классе самолета и так далее. И поэтому, возможно, мы уже на пути к такому обществу или уже находимся в нем, точнее. Так что это вот и есть такой, видите, фасцизм в чистом виде, о котором я планировал всю лекцию рассказать, но меня так захватила тема классического фашизма и его реального, спрятанного под знаком вопроса, что я основному тезису лекции посвящаю сегодня не так много времени. И поэтому мы снова вернемся к нашей схеме. Реальное-реальное, реальное-символическое, реальное-воображаемое. И будем искать те элементы, где в дискурсе, ну то есть как в языке, как в деньгах, как в символических системах, проступает некое реальное. Я привел пример как раз из Клода Левистроса. Так оно и есть. Две карты, и на них можно было бы не обратить внимания или посчитать, что обе они кривые, и сделать правильную аэрографическую фотосъемку, и посчитать, что это нормальное изображение социальной реальности. Но абсолютно правильно обращает внимание на это славой Жижек, что это вот такая спрятанная травматологическая картина реальности. И в ней самое интересное это разделительная линия, как бы она ни выглядела, прямая или концентрическая. И поэтому то же самое, наверное, и с этими противоречиями в системе координат левых и правых. Для фашистов это конфликт паразитов, которых нужно вывести. И производители, кстати, в «Черном зеркале» третьего сезона есть и про эту серию, про то, что для любой идеологии, любой инакомыслящий это паразит, абсолютно расчеловеченный, дегуманизированный, такой космический жук, как в «Звездном десанте». Кстати, и про «Звездный десант» написана шикарная была статья в свое время, что жуки — это вот, скорее всего, мы с вами здесь сидящие, для такого нормального, цивилизованного, на Западе находящегося другого. И поэтому, как писали авторы этой статьи, по-моему, Кузнецов Унисевич, «Когда очередной идеологический метеорит рухнет на ваши города, считайте нас жуками и убивайте нас в первых рядах». Вот с таким пафосом они заканчивали эту статью, вроде бы казалось о фильме Верховина. Но в нем то же самое травматическое противоречие, что и во «Властелине колец». Мы тоже не вшире находимся, конечно, а в Мордоре. И в разных других элементах художественной литературы, воображляндии и материалах визуальных, которые ведь в сфере повседневности так легко ловить. И поэтому, видите, как легко находить на самом деле реальное символическое. Реальное символическое – это проступающие через все объективные параметры, через какие-то, правда, лицензированные географические карты, через вот такие утвержденные правильные лозунги, слова, тщательно подобранные в политкорректной лексике. Тем не менее, проступающие какие-то настоящие противоречия. А вокруг-то этих противоречий, и возникает тот самый конфликт. И тут мы подходим к более важному тогда и сущностному определению фашизма через статус реального символического. Опять-таки, первоначально я планировал, что я на этой лекции буду рассказывать о разных формах коллективной зачарованности, но потом сообразил, что это путь такой довольно тупиковый. Потому что не обязательно, что это плохо. И не обязательно, что зачарованность, но вообще, да, вот сам этот эффект такого гипнотического погружения в образ – это тоже маркер какой-то такой неправильной, ложной, обязательно нас заставляющей подчиняться своему диктату, идеологии. И поэтому понятно, что вот само по себе зачарованное состояние – не так уж и плохо фасцинизм этот самый, фасцинирование. Ну вот в музеях можно оказаться в таком состоянии. И знаете, синдром Бальзака у людей, которые особенно восприимчивы к произведениям искусства, и они просто оказываются внутри картины. Ну и, в общем-то, можно даже позавидовать, как герою произведения Марселя Пруста, который умер, посмотрев одну картину Вермеера, даже одну ее часть. И поэтому вот это вот попадание в образ во многих отношениях – это даже какой-то настоящий дар. Но что в действительности, говоря об этой проходящей незримой линии противоречия, разделяющего на левое и правое, можно сказать тогда о фашизме и, например, о каких-то конкурирующих системах? Ну, я, разумеется, настаиваю на том, что коммунизм и социализм абсолютно полярно, совершенно ни в чем не пересекаясь, находятся в другом регистре, в том числе и по отношению к этому противоречию. Вы знаете, есть много таких, опять же, аксюмаронов, и много есть исследований в духе «Черной книги коммунизма», изданных большим тиражом, которые просто уравнивают двух главных конкурентов XX века, двух главных врагов друг для друга XX века, сошедшихся в непримиримой борьбе, и при этом показывают, что это якобы сиамские близнецы, тогда как фундаментальные противоречия, они с самого начала же очевидны. Там национализм, тут интернационализм, например, очевидный совершенно в советском устройстве. Там вот эта, правда, диктатура элит, а здесь такой социальный лифт, когда любой, правда, есть деревенький паренек, мог стать инженером, генералом, ну и так далее. То есть очень долго об этом можно говорить, но лучше читайте «Карам Мурзу», «Манипуляцию сознанием» и другие его книги. Есть специальная книга, которая посвящена такому сравнительному изучению фашизма и коммунизма. Я не буду останавливаться на этой хорошо уже проработанной проблематике. И поэтому что тогда такое фашизм, если нам вспомнить структуру деревни Винни-Багу? Фашизм, вот так я теперь его определю, и мне кажется, это самое главное, что сегодня на лекции вообще прозвучит. Это следствие символической идентификации, вот этого проявления реального, то есть самим антологическим, что ли, в его системе координат, с таким вот фактическим делением людей на классы, на правильные и неправильные персоны, народы. Это принятие отношения эксплуатации и отношения рабства и господства как естественного положения вещей. Вот. То есть фашизм, когда, видите, он смотрит на эту карту, ну да, может быть такая, знаете, как в научном конгрессе, полемика, вот справа или слева, вот так или так нарисовать эту линию, закрасить ее красным или закрасить черным. Но то, что в принципе линия есть, с этим фашистская идеология и фашистские мыслители, неважно, такие квалифицированные, глубокие, интересные, как Мартин Хайдегер, впрочем, вы знаете прекрасно, после того, как опубликованы его черные тетради, какая тень на его репутации, и такие, конечно, поверхностные, глупые, которых даже называть не буду, они, тем не менее, сходятся в этом пункте, что вот есть такая разделительная линия, и есть неравенство, которое многие считают естественным в человеческой природе. И есть вот такие, правда, нисходящиеся противоположности, как там запад и восток у Киплинга, как мужское, женское, ну и так далее. И поэтому те, кто полагают, что вот это разделение людей, оно конститутивное и онтологическое, так было и будет всегда, тех бы я рискнул назвать близкими к фашистской идеологии, к фашистской системе координат. По крайней мере, современная идеология кормит нас именно этим. Она постоянно ориентирует на то, что законы социальной реальности то же самое, что законы природы. Если в природе все конкурируют и пожирают друг друга, то мы должны не стесняться, когда делаем то же самое. И поэтому, опять-таки, много есть таких веселых сравнительных анализов, даже там, знаете, начиная с Монти Пайтона. У Монти Пайтона есть скетч восьмиминутный, где волк конкурирует с муравьем, муравей с деревом, но, правда, друг друга они не видят, не знают, что они друг с другом конкурируют. Но там вот про этот миф о вечной буржуазной конкуренции только в виде такого ернического юмористического скетча. И поэтому слово конкуренция. Конкуренция, а дальше эксплуатация, а дальше неравенство, а дальше это неравенство только углубляется. И уж, конечно, не надо рассказывать сказки про социальный лифт и американскую мечту и бизнес с нуля тем людям, которые прекрасно понимают, что бывает счастье родиться в семье Хилтон или Рокфеллер, а бывает другое счастье. И вообще несчастье. И там уже ничего не поделаешь. И поэтому можно, конечно, идти по головам друг друга к заветной цели, и иногда единицы доходят. И вот помните, как это часто бывает в такой гламурной литературе, начиная, знаете, с журналов, которые распространяются в поездах. Там на обложке очередная поп-звезда, и она рассказывает, что я на самом деле из Тамбова, у меня бабушка бедная, ну и так далее, а вот теперь зато, ну такая, в общем, очередная Ирина Шейк. Конечно, бывает, что вот такая вот провинциальная дурнушка доходит до. Однако, снова соцелаю к творчеству Бориса Соболева, посмотрите фильм «Коронованные особи». Там и об этом в том числе говорится, скажем, о том, какая конкуренция в модельном бизнесе, куда стремятся все. Как он объясняет, из 200 примерно модельных агентств в Москве 195 занимаются фактически проституцией и сутенерством. Ну, а пять оставшихся, там конкурс не менее чем 100 человек на место. И поэтому, если вы действительно хотите пройти по головам, реально оцените шансы. Последняя часть этого фильма – это такой социальный эксперимент, когда тоже девушку из провинции, модель, он посылает на один, на другой, на третий кастинг, это записывается. Ну и вот на третьем уже кастинге действительно происходит разговор с таким сутенером, который объясняет, в чем состоит на самом деле ее дело в модельном агентстве. Быстро и доходчиво. И поэтому можно, конечно, вообразить себе такую победительную американскую мечту в картинках, в фильмах, в комиксах, опять же, скорее всего. Но в реальности, в социальной реальности, в той системе образования, с которым мы сейчас познакомились на небольших материалах, в той системе координат, которая создает это образование. Ведь в чем на самом деле диагноз внутри вот этого фильма «На дне знаний»? Диагноз не только в том, что, знаете, как бы сказал Андрей Курпатов, мы находимся в эпохе цифрового слабоумия, псевдодебильности информационной, и поэтому нас гаджеты отупляют как таковые. Но об этом написана, скажем, книга Манфреда Шпицера «Антимозг», о том, что в большинстве случаев современные технологии они, правда, сначала облегчают, потом блокируют, а потом просто в рудиментарные органы превращают части раздела нашего головного мозга. С фактами, с цифрами есть такая проблема. Но есть другая проблема в отношении к нашему образованию. Не только в том, что там много техники, а там, вы видите, не так много техники в этих провинциальных филиалах, где даже студентов за партами нет. Там все деньги и ресурсы уходят на другое. И поэтому дело только в продажности. В том, что человек, получивший диплом, на самом деле не может даже написать одну фразу по-русски. И тоже в каких-то частях этого фильма вы увидите выдающиеся примеры. Юристы, которые не знают, какие там статьи Конституции, какая первая статья, и филологи, которые не могут без ошибки написать ни единого слова. И это все люди не так опасны, как опасны, например, врачи. По статистике из этого же фильма, 30% диагнозов, которые ставятся в России, неправильные. Такого процента нет ни в одном другом государстве, кроме каких-то африканских, возможно. А потому что и дипломы медицинских вузов, и там конкретно медицинские вузы в разрезе показываются, получается примерно таким же образом. Поэтому диагноз один – это полная монетизация образования. Это превращение образования в платную услугу. Это превращение, как сказал один из министров образования, человека, субъекта образования, из человека мыслящего и мыслящего широко в потребителя этих услуг, просто в потребителя. И поэтому вот это на самом деле главный диагноз всех частей этой картины на дне знаний. И это, видите, конечно, и к разговору о фашизме, имеет отношение к разговору о политике и власти идеологии, которая имеет такую прагматику просто. И относительно того, о чем я говорю, тоже это вот такое реальное. Реальное, которое конституирует нищету, неразвитость, необразованность, низкий интеллектуальный уровень, как даже какую-то социальную необходимость. И здесь все-таки все на сотовые телефоны не сведешь, как бы это ни соблазнительно было. И на Дом-2, и на отупляющие телепрограммы. Здесь какая-то структурная гниль на всех уровнях системы образования, где преподавательница философии не стесняется, что она берет взятки персонажа одного из фильмов. Ведь особенно обидно, что она преподавает философии. Таких хочется просто лично расстрелять. И уж, конечно, дальше, до самой верхушки, это та же самая абсолютно фабрика продажности. Поэтому продажность, монетизация, переход опять-таки от медиума языка и медиума знания к медиуму денег. Вот диагноз, который ставит герой этого фильма. Ну, точнее, журналист-автор этого фильма. Чтобы вас не утомлять, давайте еще посмотрим маленькие фрагментики. Я их больше подготовил, но по ходу лекции какие-то мысленно отсеял. Помните, мы начали с фрагмента фильма Михаила Рома, и там дети 80 лет довольно внятно и интересно отвечают на вопросы, кем они хотят быть. Посмотрим два маленьких фрагментика. Это, наверное, просто свадебный видеограф Александр Скрябин. Я нашел его на Ютубе, никогда не стесняюсь это делать. Он снимает выпускные в детских садах и выпускные в вузах. Но это такая объективная съемка. То есть люди говорят то, что они примерно и говорят, без особой позы. И поэтому, что говорят дети, которым 6-7 лет, и что говорят выпускники школ, которые уже дальше студенты-первокурсники, как работает социальная инженерия, как работает вот это вот самое реальное, социальное реальное, политэкономическое реальное, которое программирует их восприятие жизни. Два маленьких фрагмента. Спецназом. Спецназом ты знаешь, хочешь стать. А скажи мне, пожалуйста, какие качества нужны для спецназовца? Помогать бандит. Спецназом. Какой он должен быть человек? Хороший. А еще какой? Не баловаться. А еще какой? Не бить. Парикмахером. Почему ты хочешь стать парикмахером? Чтоб делать людям разные прически, украшать прически. Юристам. А почему тебе эта профессия нравится? Чтоб знать все законы. Все законы. Правильно. И где ты будешь работать юристом? У папы на фирме? У папы на фирме. Молодец. Продавать покупки. Будешь продавцом работать, да? А какие ты будешь товары продавать? Продовольственные или промтоварные? Промтоварные. Промтоварным ты будешь продавцом. Солдатом. Опускай ручку. Ты хочешь стать военным. А почему тебе эта профессия нравится? Потому что там солдаты воюют. Да. Защищают, да? Свою родину, независимость. Полицейские. Ты будешь полицейским. Что делает полицейский? Ловит преступников. Ловит преступников. Правильно. Парикмахером. Тоже парикмахером. А кому ты будешь делать прически? Своей маме. Своей маме будешь делать прически? Молодец. Тоже парикмахер. Что-то у нас все парикмахеры. На начале хотела стать удачом, но потом не перестала нравиться биология как предмет. И в детском классе я решила, что я не буду сдавать. Я не знаю. Просто не определилась. Устанавливается, получить образование. Я хочу стать успешным человеком. Успешный человек – это в первую очередь целеустремленный человек. На крутой тачке. Много денег. Который всегда добивается того, чего хочет. Три ребенка. Крутая жена. Красивая, умная. Будем хорошо жить. Будет все у нас хорошо. Для начала я хочу кота. Ну, это там, в будущем уже. Все будут счастливы и довольны. Потом двое детей. Нет, ну, естественно, сначала муж, потом кот, потом двое детей. Дети будут заниматься спортом. Обязательно спортом. Хочу двое детей, можно и больше. Семья. Надеюсь, у меня будет семья. Я планирую. Уже пять лет назад запланировал, у меня будет пять детей. Там, двое детей, наверное. Ну, планов пока нет таких, как Петр. Хорошая жена. Надо мужа найти с близнецами, потому что вторые у меня будут близнецы. Если сын, то хоккеист. Если дочь, то лыжник. Ну, или танцы. И исполнить свои мечты какие-то. Просто хорошая семья, работа, любимая, высокоплачиваемая. Все мои близкие здоровы, мама рядом. Я хочу большой дом. Да, у меня будет любимая жена. Вообще большой дом, коттедж. Очень хорошо воспитанный сын. Главное в Москве. Очень замечательная дочка и вот. Большой, два-три этажа. Отдать все то, что дали мне родители. Или бассейн, наверное. Независимый. Как бы, это чтобы ни от кого не зависеть. Ну, депутатская жизнь такая. Ну, вот смотрите, даже терминологически тут то самое, что у Левистроса. Верх и низ. Это люди, которые идут из низов, как они полагают, на самый верх. И поэтому для них эта система, в которой социальное неравенство задает все правила социальной игры, оно, это вот представление, нерушимо. У них абсолютно мозги такие одного типа. Как будто бы одна прошитая программа кем-то, а не только ее операторы. И поэтому даже такое ощущение, что дети говорят более интересно и более оригинально. Пускай тоже там фарикмахеры, обыкновенные полицейские, такой выбор. Ну, кстати, в фильме Михаила Рома там тоже было достаточное количество фарикмахеров. Поэтому стереотипы продолжают работать в этой социальной машине. Но вот самое главное, мне кажется, это то, что эти люди как раз принимают правила игры, как такие законы природы, менять которые не им, это точно. И над которыми они даже не задумываются. И насчет того, что возможны альтернативы социального устройства, альтернативы человеческих отношений, такой мысли не возникает, потому что они захвачены. Они захвачены маленьким другим, как в первом случае, как вот на этой стадии зеркала. А они захвачены, скорее всего, вот эти персонажи большим другим. Тем другим, который навязал им саму логику восприятия реальности. И поэтому вот это, мне кажется, тоже один из таких существенных признаков фашистской идеологии, которая конституирует неравенство во всех абсолютно его видах, во всей его неизбежности. Некоторые вот всякий раз после таких лекций, которые люблю читать про утопию, про коммунизм и общество потребления, всякий раз спрашивают, ну что, ну как же, ну неужели какие-то правды альтернативы могут быть? Для них сам этот разговор и постановка вопроса непонятны. Ну вот давайте посмотреть хотя бы на такую зримую альтернативу. Кто знает, что это такое? Христиане. Район Копенгагена. Сквоты, захваченные когда-то просто хиппи в 60-х годах, которые выдержали множество настоящих бульдозерных битв с властью, и которые в итоге отвоевали себе город, где абсолютно другие законы, ничего не похожее на социальную реальность. Они по сей день в осаде, там по-прежнему, конечно, все не так просто и безоблачно, как могло бы показаться, но из христиани никогда не вырастет Третий Рейх. Вот это точно. Потому что сами по себе люди, которые там находятся, вот их представление о вещах, эти вот опять же, да, как в 60-х годах альтернативы, которые контркультура делала зримыми, они сформировали их мышление. И поэтому люди, конечно, здесь уже не просто потребители каких-то систем, а создатели и творцы этих других координатных систем. И поэтому вот еще один критерий, который можно было бы применить, говоря о логике потребления и чего-то ему противоположного. Еще одна проблема молодых людей, которых мы здесь видели, совершенно рядовых молодых людей, это в том, что они такие потребители. Таких успешных молодых людей, таких полагающих, что у них есть воображаемый набор ценностей, и дальше, как в пошаговой стратегии, они обязательно встанут на свои места. Рано или поздно достаточно только вот вовремя подписаться, встать в эту гонку социальную. Вот эти люди мыслят себе, конечно, абсолютно штампованное будущее. И они прежде всего потребители образов, образов и знаков. А те, кто создают образы и знаки, тем более такие непохожие, как создают авангардные художники, те тоже вряд ли когда-нибудь могут быть классифицированы как фашисты, именно потому что они не берут готовое, потому что их мышление абсолютно альтернативно. Потому что представлением о том, что есть иное, никогда не породит ненависть к инакомыслю и ненависть к инаковидению, что ли. Вот тоже такой, мне кажется, существенный критерий, на котором можно было построить развлечение настоящего диктата и, как кажется, воображаемого даже иногда диктата. Вот возьмем еще парадокс моды, который тоже можно было бы отнести к этим современным людям. Мода говорит нам, будьте собой, но на самом деле только покупая вместе со всеми, исследуя общим потокам. И поэтому главный парадокс моды, что она в духе я рекламы обращается к нашей индивидуальности и говорит о том, что ты особенный, ты должна любить свое тело, ты ни на кого не похож, найди свой стиль. Но это абсолютно циркулярное предложение, которое дается сразу миллионам. И поэтому, вот если говорить, помните, как в фильме «Эксперимент. Волна» о том, что страшно, когда все надели белые рубашки, не менее страшно, когда у всех свои рубашки. У Димы Медведева вообще оригинальные рубашки и кроссовки ни на что не похожие. И поэтому это вот тоже, как ни странно, такое не каноническое, но лицо фашизма, когда диктаты вот таких, сделанных на фабричном конвейере индивидуальности, полагающих, что они яркие индивидуальности, но в чем состоит, правда. Глубина их внутреннего мира понять невозможно. Это и есть тоже фашизм. И гламурный фашизм, помните, как на подиуме. Вот эти симпатичные красавицы, абсолютно безмозглые, непонятно, как они учились. У некоторых наверняка есть вузовские дипломы или будут. Но уровень их знаний вы могли оценить. И такие же красавицы потом кучами накидывались на автора передачи на разных обсуждениях радио-телевизионных, потому что передача породила очень мощную волну отзывов. Там в первую неделю клип с Инной Жирковой отрезок из фильма посмотрело 4 миллиона человек, не меньше, чем смотрят клипы группы «Ленинград». И там на этих обсуждениях его в основном клевали. Как же вы выставили Инну Жиркову дурой? Как же вы издевались над девочками? Джентльмены так не поступают. Джентльмен всего-навсего спросил Инны Жирковой, как вы думаете, Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Нет, она не знает. Как и многие другие очевидные вещи. И поэтому, что здесь в действительности фашистское? Фашистское – это не приставать к девушке с неудобным вопросом. Но уж если мы упразднили всякие разные границы в отношении женского и мужского, давайте еще одно устраним. И давайте будем с каждого из нас требовать то же самое, что с культурным человеком, не обращая внимания на различия полов. И поэтому, возвращаясь к делению фашизм или коммунизм, фашизм выступает за сохранение фундаментального противоречия между верхом и низом во всех его формах. И превращение его в такое цивилизованное противоречие. И введение табеля рангов, разных регалий, разных таких разрядов социальных, которые это конституируют и делают на века. А коммунизм, вот мне понравилось, как Михаил Трофименков сказал на одной из лекций недавних, что классовая борьба в коммунизме – это скорее борьба за преодоление самих классов, за уничтожение классов как таковых. То есть не классы буржуа уничтожения, а за уничтожение классового общества. И в этом состоит принципиальное отличие. То есть вот в этом, правда, марксовом идеальном определении коммунизма, как общество, в котором достаточно быть любящим бытием, чтобы быть любимым, естественно, какой-то творческий потенциал, коммуникативный потенциал, а не просто формула социально-экономических отношений. А поскольку это другое социальное бытие, в нем предыдущие границы должны быть стерты. И сначала, конечно, это выглядит насилием в битве классовых войн, а потом, как в таких утопиях, которые рисовали писатели, философы, коммунисты, в духе еще старых, древних утопий, даже начиная, может быть, с Платона, это должно быть по-настоящему бесконфликтным обществом. Но когда это общество нам рисуют в голливудских антиутопиях, еще один мой любимый конек, например, в фильме «Посвященный», может быть, кто-то видит, видел этот фильм, довольно недавний, 2012 или 2013 года, с Джеффом Бриджесом, очень хороший актер из Большого Лебовски, но там роль у него достаточно плоская. Там общество будущего выглядит, как идеальный социализм. То есть там все всем обеспечены, у всех прекрасное образование, жилье, вот все социальные абсолютно, какие только могут быть, привилегии и предложения у них есть. Оказывается, однако, что они видят мир черно-белым. Какой ужас! Как это так? Вот какой-то включили мощный экран идеология и скрыли от них цвета. Ну, еще какой-то пары вещей не хватает. Тоже, видите, такая идеологическая уловка. И вот за то, чтобы видеть мир в цвете или видеть мир черно-белым, это, знаете, смотря в каком фильме смотреть. В фильме «Они живут» Джона Карпентера, наоборот, настоящий мир черно-белый. Когда ты видишь очки, вот эти вот, через которые видны инопланетяне, через очки смотришь, то мир становится черно-белым. Но правильным он такой и есть. Такая чистая структура этого мира становится перед тобой. И поэтому, неважно, там, цветной он или черно-белый, есть ли в этом мире такие-то цвета, или какой-то цвет стерт. Кстати, восприятие цветов, мы знаем, это тоже культурная привычка. Не все различают именно эти цвета радуги, и тем более именно так, как принято. И поэтому вот эта вот метафора того, что идеология что-то выключает, стирает. И когда в конце этого фильма разрушается эта система социальная, с пафосом и с радостью, наконец-то мы сможем ездить на санках, наконец-то мы увидим мир в семи цветах. Но одновременно давайте вспомним, что там разрушается и социальная вся структура, и бесплатная медицина, образование, жилье, здравоохранение и прочее по списку. Ради радости там, скажем, есть жареную пищу, как фильм «Разрушитель», и прочих мелких удовольствий. И поэтому, когда альтернатива рисуется, видите, изнутри координат заданных, то даже правильное идиллическое общество все равно будет таким вот нечестным, каким-то кривым. Что-то оно такое в себе, маленький секрет неправильный, скрывает это общество. Но скорее я бы говорил о маленьком секрете, непристойном капитализма. Возвращаясь все-таки, наконец-то, на последний момент лекции, давайте сохраним интеллектуальные силы к самому важному материалу, к тому, что мы назвали в нашей системе реальным реального. Реальное воображаемое, реальное символическое, как мы видели, это вроде бы та же самая солянка, но через которую проступает какая-то объективная необходимость, как, скажем, вот эта социально-классовая или просто необходимость развлечения людей по цвету кожи, по уровню развития и прочее. Когда мы видим вот эту вот неизбежность разделительных линий, то мы, скорее всего, находимся внутри фашистского миросоверцания. Когда мы полагаем, что мир может быть другим, как полагают жители-христиане и разные другие альтернативщики и контркультурщики, мы находимся в другом спектре. Ну а что такое реальное-реальное, самое интересное? Вот цитата из словуя нашего Жижика. Здесь он говорит в книге «Чума фантазии». Это, на мой взгляд, вообще самая классная книга Жижика, которая издана на русском языке. Я принес просто, чтобы показать. Травмирующее реальное – это то, что мешает нам придерживаться нейтрально-объективного взгляда на реальность. Ну вот на этом моменте давайте остановимся чуть поподробнее. Тут тоже такой смысловой акцент в лекции нужно поставить. То есть реальное – это не только само противоречие, что мы выяснили из первого. Вот это вот какая-то внутренняя ненсходимость, неравенство, такое вот обязательное развлечение людей, именно травмирующее развлечение, когда одни вверх, а другие вниз, одни справа, а другие слева. А реальное, дальше говорит Жижик, это некое пятно на восприятии, которое мешает нам осознать вот это вот происходящее. Это такая удвоенная реальность, поэтому у меня в схеме реальное – реальное. Это травма в отношении к реальности, но еще и травма восприятия реальности. Ну, поясним примером из того же Жижика. Когда люди, попадая из канцлагерей, обратно в мирную жизнь, пытались десятилетиями рассказать об ужасе, который они там пережили, первое время они встречали какое-то минимальное понимание, потом это стали воспринимать, как, знаете, на ток-шоу. Тема для того, чтобы поговорить о чем-то. А потом просто какая-то стена возникла, и поэтому вот есть такая невозможность понимания, которая превращается во второй ужас по отношению к первому ужасу, который ты пережил реально. Это есть удвоенное реальное. То есть сначала ты переживаешь как таковую травмирующую социальную неизбежность, например, прорваться, пытаясь все время из этого низа в этот самый верх, а потом ты оказываешься перед второй неизбежностью или сразу оказываешься у этой неизбежности, как молодые люди, которые не понимают, что верх и низ – это не фатально, и что вообще, наверное, нет таких людей верха и людей низа, и которые даже не могут объяснить, в чем состоит травма этого их первого опыта, и которые не понимают, в чем на самом деле состоит какое-то авторство картины мира и на самом деле в чем стоят рецепты этой проблемы. И поэтому травма удвоена. Невозможно иногда это травматическое знание передать другому, невозможность получить от него понимание, невозможно, как говорил Морфеус, объяснить, что такое матрица. Это нужно увидеть. Но это нужно увидеть, помните, когда ты принял пилюлю, когда тебя как следует торкнуло, когда ты оказался в такой уже по-настоящему, как у Сартра, тошноте, и когда тебя буквально вырывают после того, как ты в этой оказался травме, и поэтому поди-ка ты еще расскажи кому-нибудь об этой травме. А потом, скорее всего, если даже будешь рассказывать, то вот как этот цифер с мечтой вернуться обратно в мир иллюзии, ну к черту такую реальность. И поэтому вот эта пустыня реальности, она тоже, если подумать, двойная. Это пустыня реальности самой по себе, вот эта вот социальная система существующих противоречий, которую никто не хочет отменять. И это еще система понятийных, таких сдержек и пятен, которые мешают нам осознать проблемы настоящие, которые сводят все опять же к проблеме паразитов, например, и производителей, которые сводят там к западу и востоку, например, эти противоречия. Вот возьмем эту псевдонауку, геополитику, которая тоже маркирует серьезные фундаментальные противоречия почти в географическую терминологию. И поэтому таких левых схем, которые переделывают настоящую проблему и перевирают сам принцип устроения матрицы, довольно много. Так что реальное-реальное это вот такая двойная травма. Это такой прорыв, не только прорыв в реальность, но и прорыв в понимание этой реальности. Вот так это можно объяснить. Ну вот дальше примерно о том же самом говорит славой Жижек. О том, что, конечно же, мы фатально находимся в ситуации, когда мы должны принимать одну из сторон. Тем более, если Жижек снова с красным флагом, посмотрите, с серпом, молотом и звездой. И находится в определенной части политического спектра. И поэтому такой объективной, конечно, реальности нет. Он тоже является одним из операторов смещения. Но это, к сожалению, кантовский парадокс. То есть, в принципе, на человеке зеленые очки, как можно просто интерпретировать. Ну, на мне красные очки, и у славой Жижека красные очки. У кого-то черные, коричневые очки. И поэтому, по крайней мере, ты должен понимать, какие очки ты носишь и ради чего ты их носишь. И собираешься ли ты просто это противоречие использовать для своих собственных интересов, для того, чтобы снова дурачков, каких-то стажеров, выпустившихся из университета, брать за полцены, использовать, эксплуатировать и выбрасывать обратно на улицу. Хорошо, когда есть такое противоречие, да, как бы прагматически. Вот тоже на этих ток-шоу, на которых автор фильма про коронованные особи приходил и туда, даже некоторые рисковали выбираться из героев его фильма, те самые взяточники, те самые устроители конкурсов красоты, где все продается, и они предъявляли ему следующую аргументацию. Но вы же знали, что это бизнес. И у вас бизнес. Вы поднимаете свой рейтинг, свои передачи. Вы создаете продукт. Мы тоже создаем продукт. Ну и что, что он продается? Это же самое начало, коммерческое зрелище. И поэтому вот такая логика, та же самая координатная логика, которая полностью перевирает правду и ложь, обман, подлог. Какой это обман и подлог, когда это коммерческое шоу? В коммерческом шоу термины такие, как обман и подлог, надо оставить как бы за порогом, и идти сразу, как дурачок, как Буратино, идти в страну дураков. Но если вас устраивают такие правила, я говорю, то вперед на поле чудес и разные другие аттракционы общества, в котором эти противоречия считаются неизбежностью. Поэтому подходим теперь к самому важному, ну вот к доктрине шоу, говоря о реальном реального. Это самая уже, надеюсь, последняя часть лекции. Покажу еще раз эту книгу. Книга тоже наделала очень много шума. Она, даже если по главам почитать, представляет собой разные травматические события XX века вот в такой именно интерпретации в их связи с капитализмом и с диктатурой финансового, денежного толка, товарного. Здесь и о экспериментах Центрального разведывательного управления над психикой людей, там все эти сенсорные депривации, техники. Здесь и о гуру рыночной экономики Милтоне Фридмане. Здесь и о, кстати говоря, о расстреле парламента у нас в 91-м году. Здесь и о Чили, конечно, и о Пиночете, и о Южной Африке. Ну, вообще про все. То есть очень много интересных фактов и цифр. Это скорее даже просто фактография, чем литература. Ну, а один эпизод из этой книжки, о которой я хочу рассказать, предваряя вот эту вот последнюю заключительную цитату, это событие 2005 года. Возможно, вы помните, в Новом Орлеане случился разрушительный ураган. Катрин, по-моему. Ну, и пострадал весь город начисто. И там, помните, какие были спасательные операции. А что было потом? Самое интересное, что было потом. В тот же день, когда по свету разнеслась новость о том, что, цитирую эту книгу, что Ричард Бейнер, известный конгрессмен, республиканец из этого города, заявил группе лоббистов, «Наконец-то нам удалось очистить районы муниципального жилья в Новом Орлеане. Мы не могли этого сделать, но это совершил Бог». То есть в тот самый момент, когда город еще даже не отстраивался из руин, и когда жители там где-то и жили, то ли на крышах, то ли в окрестных лесах, в этот самый момент конгрессмен из этого же самого города сказал, что в каком-то смысле это было проведение Божие. Это прекрасно. И поэтому дальше заплясала группа лоббистов самого крупного уровня о том, что можно эту неправильную, изношенную, кривую систему доступного образования и медицины заменить, наконец, на правильную, частную, монетизированную от и до. И практически все школы, и практически все клиники, поскольку они были просто сметены ураганом, они были переформатированы на вот такой частный лад. Когда об этом слышали люди, вот в тот самый момент, когда происходило это бедствие, они говорили, что случилось с этими людьми из Бантан-Ружа? Это же никакие невозможности, это чертова беда, они ослепли? Ну, тот самый гуру рыночной экономики Фридман писал о том же и Новом Орлеане. В Новом Орлеане разрушено большинство школьных зданий, как и жилищ детей, обучающихся в этих школах. Теперь эти дети разбросаны по всей стране. Это трагедия. Но это также и новая возможность для радикальной перестройки системы образования. Вот в этом и состоит суть капитализма, катастрофы, доктрины шока. Главная мысль Наоми Кляйна в этой книге это о том, что капитализм всегда функционирует как шоковая терапия в разных смыслах. Как экономическая шоковая терапия, вспомним нашего каннибала, министра Гайдара, как экономическая диктатура, как политическая диктатура, ну, как конкретно Пиночет и Чили. И поэтому вот здесь множество глав посвящены разным как раз феноменам, фундаментальной связи, причем, знаете, даже такой персонализированной связи, потому что Фридман консультировал и Пиночета, и правительство Ельцина. И разные другие как раз консультации примерно в таком же духе давал. Поэтому вот что такое в этом смысле капитализм и реальный капитализм, это правда как в матрице. Помните, чистая функциональность. Помните, как устроена матрица, объясняет Морфеус? Это когда живые, ну, еще живые, умершие, да, лучше сказать, перемалываются в питательный раствор, и им питаются младенцы. То есть это такая ресайтлинг, абсолютно циклическая экономика. Там все идет в дело, там ничего не пропадает, там все функционально. И поэтому безжалостная механичность матрицы это главное шокирующее открытие, собственно говоря, для Нео. Это вот положение человека батарейки. И поэтому, когда мы превращаемся просто в функцию, в контрагента, в человека час, в такое средство чьего-либо успеха потребления, мы являемся агентами капитализма. Еще хуже, когда мы принимаем эту логику тоже как такую неизбежность. И снова получается, тогда обратите внимание, что это есть вот такое экономическое реальное капитализма, реальное-реальное. Здесь нет уже проблем никаких с добром и злом, с справедливостью, несправедливостью, с классами. Есть, помните, вот эта вот известная метафора капитализма, как машины. Дайте Атланту расправить плечи, дайте ему как следует свои шестереночки смазать, и вот он заработает, всех накормит и напоит, все устроит как надо. Правда, опять-таки, история 20 века никак этот тезис не подтверждает, потому что, ну как так, Франко в Испании, Пиночет, в Чили, у нас вот эта жуткая история 90-х годов, не будем ее вспоминать к вечеру и к ночи. И поэтому все это как раз не история о чистом капитализме, который идеально саморегулирует свой ход и настраивает как нужно и общество, и образование. Я не случайно привел сегодня два целых фрагмента из фильма про образование. Так устроено образование, как видите, чисто капиталистическая предпринимательская инициатива на всех уровнях. То есть, когда там, начиная со старших преподавателей, потом деканов, и ректоров, и проректоров, все включены в функционал добывания денег, и опять-таки, да, не нужны ни классы, ни студенты, там во многих частях этого фильма просто показываются пустые аудитории. Студентов нет. Расписание есть, и часы есть, а студентов нет. Они приходят только, как я и сказал, на пятом курсе в конце, сразу за дипломами. А зачем нужны люди? А люди только мешают машине. Идеальной машине люди только обуза. И поэтому капитал функционирует, правда, как этот ночной сторож, как абсолютная машина-агрегат, и он кому-то может показаться захватывающим своей такой эффективностью и функциональностью, мне он кажется абсолютно бесчеловечным, фантастически, конечно, негуманным, именно потому, что человеческая проблема тут вообще не включена, ни в каком виде. Потому что человек здесь не находится в статусе даже человека, он всегда только какая-то функциональность для этой машины. Поэтому таково травмирующее меня лично реальное, осознавать которое и видеть которое для меня практически невыносимо. И это вот снова удвоенность у меня восприятие реального. С одной стороны, безжалостный агрегат, который перемалывает и тебя, и другого, и всю систему образования, и всю медицину. А с другой стороны, когда ты говоришь жертвами системы образования, современными студентами, молодыми людьми, которые и рады тому, что они заплатили, или просто получили диплом без знаний, и дальше идут с этим дипломом, как они полагают, счастливую жизнь, за квартирой, помните, за успешностью, за карьерой. Но это вот еще вторая травма, что человек не понимает, что он использован на положении батарейки, человек не понимает, что он всего-навсего находится в матрице, что вся его жизнь это вот такое кормление этого агрегата. И поэтому, мне кажется, это вот есть тоже такая зачарованность, фасцизм самим ходом машины. Ну, как часто это бывает, правда, знаете, в рекламе, когда нам показывают механизм в разрезе, как работают идеальные часы, как работают автомобильные поршни в двигателе внутреннего сгорания. И мы наблюдаем, как это замечательно, когда все устроено. Помните, тоже метафора из Михаила Рома, небоскребы, и тут же нищета, машины, какие машины, в основном ВПК, техника, которая летает, но летает почему-то и бомбит. И тут же те, на кого летят эти бомбы. Это вот тоже, конечно, совершенно очевидная метафора нашего социального устройства. И поэтому здесь вот эта зачарованность машиной, она не должна элиминировать тот факт, что машина это антигуманно. И не должна, конечно же, вот эта вот просто эстетика каких-то там глянцевых, гламурных обложек или сияющих чистыми, помытыми стеклами небоскребов, не должна эта эстетика, эта вот символическая и воображаемая, которая скрывает от нас реальное, не должна, конечно, все-таки скрывать очевидность, очевидность, о которой я сегодня рассказываю. Ну, заключаю теперь уже всю лекцию целиком, старался за полтора часа, но тема была большая, это у меня не получилось. Я не хочу все-таки превратить ее в образец такого идеологического внушения. Я еще раз повторю, что лекция написана и прочитана с позиции неомарксизма, и, разумеется, эта парадигма предопределяет в каком-то смысле результат и не может не предопределять, как у каждого из нас эти невидимые очки, в которых он мыслит. Но давайте будем пробовать разные очки, по крайней мере, снимать их и надевать, и пробовать принимать разного цвета пилюли, как в Матрице, и поэтому хотя бы что-то другое, кроме Айн Рент, надо читать для молодого поколения. А я люблю проводить такие анкеты на первом курсе. 10 любимых книг, 10 любимых фильмов. И все время встречаю «Атлант расправил плечи». Это меня ужасает. Это какой-то аусвайз, понимаете, который человек носит тоже в собственном кармане, как удостоверение своей личности. И тут же какая-то эклектика рядом с этим Атлантом может быть, например, пролетая над гнездом кукушки. Я не постигаю эту связь. Я не понимаю, как человек может любить две книги эти одновременно и читать их, и понимать. И поэтому здесь тоже, видите, как в сфере символического полный хаос. Давайте наведем порядок в наших мозгах, давайте будем больше читать, не превращаться в таких вот героев, как с конкурсов красоты. Но, впрочем, и в этих жертв образования, внутри которого мы все находимся, в этом стоит позитивный пафос лекции, в котором, в общем-то, не так много было хорошего. Вопрос по поводу того, что вы все время апеллируете к какому-то гуманизму, вы говорите, вот машина антигуманна, гуманизм. А как вы можете апеллировать к тому, чего нет по сути? То есть к образу человека, который распался, которого нужно пересобрать, для того, чтобы его пересобрать, нужно запрести машину времени, наверное, и путешествовать куда-нибудь до изобретения медиа. Каким образом можно апеллировать к тому, чего нет? Вот, в общем, такой вопрос. А замечания по поводу того, что вы вот как бы насмешливо относитесь к этому невежеству, молодых людей, возможно, с этим можно согласиться, но здесь я усматриваю также возможность к такому виду фашизма, как португальский фашизм, например, Салазара, то есть диктатура такой профессуры, которая как бы знает, как надо, и все остальные пусть исполняют какие-то указания этой профессуры, потому что профессура насчитанная, и как бы все понятно. Вот такое замечание. Ну, я же говорил в самом начале лекции, что фашизма может быть много подопределений, и поэтому всякий раз, когда ты в интернете начинаешь с кем-нибудь полемизировать, и я вот сейчас, например, на сайте проекта 1917 «Свободная история», все время меня возмущают какие-то реплики, там один монархист буйный, помешанный, другой фашист настоящий, который, комментируя события истории 1917 года, пишет, что всего-то и надо было послать к ним ребят с револьверами, ну, к этим там левакам, например, или эсэрам, всего-то и надо было спровоцировать толпу на еврейские погромы, показать на них. Я говорю, дорогой мой, ты же фашист, у тебя терминология фашистская, у тебя методы фашистские. Он обижается, говорит, что фашист это я, потому что я не соглашаюсь с его мнением, я выступаю против свободы слова правильно. Вот это вот та самая история, да, то есть фашизм профессуры. Ну, давайте назовем это фашизм профессуры. Ну, мы с вами очень далеко зайдем в таких, понимаете, некорректных и вкусовых определениях фашизма. Вот всякое тогда насилие, а ведь роль насилия в культуре, она многообразна, Дорида говорит о насилии буквы, у Жижика опять же есть целая большая книга про насилие, уже для того, чтобы своим телом владеть, уже нужно насилие над ним, чтобы прямо ходить, нужно насилие, чтобы говорить, нужно насилие над своей гортанью, а говорить по-русски правильно, насилие над чего-кого. И поэтому, естественно, что вот это насилие, в том числе и профессуры, вы можете считать фашистским или определять его похожим на португальский вариант фашизма. Для меня это передержки, передергивания такие очевидные и даже шулерство настоящее. Поэтому тематика лекции, видите, была от поверхности к глубине, вот от этой неразберихи, которая есть в сфере символического, где мы все можем с удовольствием переклеить друг другу ярлык фашиста по любому удобному поводу, как это происходит в интернете, на любую тему. Каждый из нас в этом смысле может быть маркирован как фашист. Но если мы там и останемся, на уровне символической неразберихи, то, естественно, что проблема будет глубоко не решена. Это вот первая часть. Насчет предыдущей мысли я просто поражен. Я впервые услышал, что оказывается разговоры о гуманизме и человеке бесполезны, потому что нет субъекта или объекта этого разговора. Вы серьезно так считаете? Конечно. Если в ситуации постмодерна... Ну для меня это конфуз. Не надо ссылаться на ситуацию постмодерна. Вы живете в ситуации постмодерна, а я, возможно, не живу в ситуации постмодерна. Вы сразу сдаете систему координат. Человек разбит. Кто разбил человека? Человек разорван или разбит, как вы сказали? Ну да. Это факт, вы на него ссылаетесь? Факт, да. Определенный. Это можно посмотреть и в вашей лекции. Что в моей лекции, которую вы же обвинили в пафосе гуманизма, тем не менее, человек разбит. Вы взялаетесь на какой-то гуманизм, какой-то, которого непонятно. Ну вам придется, к сожалению, истоками гуманизма немножко подзаняться, потому что в истории культуры одни истоки гуманизма. Вот куда ни ткни. И очень мало антигуманизма. Пока что. Поэтому для вас это то, чего нет. А я поражаюсь, как можно в лесу не увидеть деревьев. Можно я не вопрос, а помечание такое, что меня больше всего зацепило в лекции. Это общество, где социальный статус и там даже богатство меряется в лайках. Перемеряется. И мне кажется, что я наблюдаю свою жизнь со стороны пытаясь. Последние года полтора я чувствую, что надо мной лично ставят какой-то социальный эксперимент. Потому что, например, я стала очень зависима от интернета, и каждый раз, когда я что-нибудь пощу и под этим чем-то мало лайков, я прям чувствую, что я испытываю душевную травму. Прям очень мне плохо. Мне становится грустно. Думаю, почему так мало лайков мне поставили? Я не популярна. Это как ужасно. И потом я отслеживаю эту реакцию свою эмоциональную. Думаю, боже мой, что с тобой происходит? Как это вообще? Как ты дошла до этого? Как ты докатилась? Что с тобой делается вообще? То есть я прям, ну, прям в ужасе, когда я себя ловлю на этом, я думаю, я попала под это. И вот когда я услышала, что вот, да, если у тебя новое платье, и ты красивая девушка, у тебя 500 лайков под фотографией, ты популярная, у тебя будет маленькая собачка, будет большая машина, и все такое. А если нет, то нет. И, да, этот момент лекции меня больше всего задел за живое. Так вот, черное зеркало, первая серия, третья. Да, я посмотрю обязательно. Обязательно. Классическая работа, направленного механизма. В общем, это очень печально, и это то, что меня поразило в силу актуальности. Вот, или читать Андрея Владимировича Курпатова про информационную псевдодебильность. Я слышал мнение и столкнулся с тем, что вообще понятие правого авторитаризма вам, наверное, знакомо. По шкале правого авторитаризма, которая используется у психологов, зачастую сторонники фашистских прежимов находятся примерно так же справ, как и сторонники марксизма, ленинизма, левых радикалов. Вы согласны с этой теорией или нет? То есть, постепенно, радикализм и правого авторитаризма вот это все где-то там. Нет, конечно. Это еще одна объясняющая модель, которая берет противоречия и его когнитивно картографирует в удобной для себя модели и понятиях. И поэтому вот как с тестами на политическую принадлежность, где тоже есть две оси. По результанам тестов как раз. Да, да. И я его тоже проходил, стараясь, конечно, попасть целиком вот туда, в левую часть и причем еще не авторитарную часть. Ну, в общем, более-менее там оказался. Хотя, конечно же, без радикализма тут все равно никуда не денешься. Ну, естественно, что мне кажется, эти тесты такими же, как соционика, в основном, поверхностными и они отживут свое очень быстро. Теория, берущая настоящее противоречие и трансформирующий его для себя в удобный вариант. Конкретный вопрос тогда, у вас есть какой-нибудь механизм по снижению права авторитализма в обществе? Что нужно делать, чтобы наше общество стало менее радикальным и меньше шло фашизм? Ну, вот то, о чем сегодня пол лекции говорю, то есть уровень образования, как ни крути, самый главный факт. Вот просто его ничем заменить нельзя. Получается, что фашизм везде, что? Нет. Еще раз объясняю для проспавших. Фашизм это система, которая принимает противоречия социальное, экономическое, культурное, например, статусное, классовое, как данность и ничего не собирается с этим делать. Когда мы полагаем, что люди всегда будут неравны, что нас всегда ожидают отношения рабства и господства, конкуренции, эксплуатации, мы находимся в части вот такого правого политического сегмента. Это близко к фашизму. Я полагаю, что может быть другое общество и другой человек и другие отношения вне вот такой матрицы рабства и господства, вне отношений хозяин-господин. Вы привели пример вот этого Кафедеринского района, который захватили лянки. Но ведь эти хиппи вино не производят. Какие производят? Нет, они производят. Там много всяких лавочек, которые всякие, как обычно, сувениры для туристов делают, разные штуковины. Они даже выкупили свой город, ведь в итоге муниципалитет отступил именно потому, что жителям Христиане удалось и выкупить жилища, и еще платить коммунальные расходы. Вот за счет того, что все-таки там есть экономика. Это нуждается в изучении. Изучите. Вы вашу систему привели, подменив некую ритуальную путаницу, которая у нас есть, в своей непутанице. Вообще же такой фашизм. Никакого фашизма нет, это просто термин. Чтобы объяснить систему управления в Германии, надо вот такую награть. Система управления в Германии тоже другую награть. И другую фашизм. В Испании третью фашизм. Ваш фашизм это что-то четвертое. Принятие неких условий это есть. Но, а вот мы собрали здесь тысяч человек, но мы все купили билет, как любители философии. А придут анархисты, химпийские, дымгаги, хулиганы, алкоголики, и куличи. И как вы будете управлять? Потому что какие-то люди, которые могут управлять. Вы это называли фашизмом? Нет, это большая интересная тема. Про нее была речь в лекции утопия, антиутопия, антиантиутопия. И вообще у меня был целый курс когда-то в Вузе философии коммунизма. И вот там предметная, конкретная речь шла о проектах, начиная там с Оуэна еще, разных утопий и мечтателей, и реальных утопий, которые существовали в 18-19-20 веке. И утопий, которые уничтожила власть, и те, которые дожили до наших дней как христиане. И это все интересный материал для изучения. Но самое главное, что какой вывод нужно сделать, как опять-таки Слава Ишишек говорит, что утопия это жест, который меняет координаты возможного. Утопия это, да, топос где-то, на расстоянии, может быть во времени, может быть в пространстве, но это абсолютно необходимый топос как такой полюс, для которого, имея который, ты можешь представить себе вот здесь находящееся с другой точки зрения, представить себе небезальтернативность этого социального устройства. И поэтому есть такие работающие утопии, а есть воображаемые утопии, которые как просто, знаете, такой свет интеллектуального маяка, как просто платоновский эйдос, который включает наше воображение и помогает нам представить себе действительность как долженствующее измениться. А то, что в этой действительности все устроено криво и неправильно, и даже подло, я полагаю, это есть тот факт, на который можно ссылаться. И поэтому утопия просто необходима для того, чтобы воображение, ваша фантазия и даже совесть могли иметь какой-то материал для деятельности. А абсолютно совпадать с властью, влюбляться в власть, как говорит Фуко, вот это тоже одно из определений фашизма. Это еще одно очень нравящееся мне определение, но поскольку я часто его цитирую, сегодня его не упоминал, что, как говорит Мишель Фуко, фашизм – это вот такая влюбленность человека в орудие собственной эксплуатации, во власть, в мундир, как можно порассуждать, в погоны, в знаки различия, в выправку, в парады. И все это вот тоже такие моменты влюбленности в власть, как таковую, причастность к власти. Вот когда у нас есть это раболепие внутреннее перед властью, не просто страх наказания, но такое блаженное просто счастье быть рядом с представителем, носителем этой фасции власти, это тоже близко к фашизму. И снова тогда, видите, иммунитетом может быть просто органическое вот такое непонимание того, что же такое за счастье быть во власти, что за чудо такое. Как вот, кстати говоря, Андрей, вы же в прошлый раз говорили на киноклубе про Медведева, что вам его искренне жаль. Человек с такими ресурсами, а кроссовочки, рубашечки – ну вот, это вот та самая тема. То есть, правда, а что мы, чему мы завидуем? Как он был, метр шестьдесят пять, с кепкой и с такими же примерными представлениями о жизни и амбиции, и мечтами? Так он и остался. Если вообразить себе такую гегелевскую власть, это вот расширение субъективности до абсолютного духа и рядом с этим, правда, возможности по добыче кроссовок и постройке дворцов, то, конечно же, эта власть просто заслуживает сожаления. Мы, в общем, с 10 класса начинали недавно, буквально на прошлом уроке, мы за прошлом начали, в 1984, вне программы, да? 1984. Правильно. Да. Вот. И вне программы, да? И мы решили с ними поиграть в игру. То есть я решила, я предложила, они согласились, выгодишь в фронт, и мы решили, что на то время, пока мы занимаемся этим текстом, мы будем играть с ними вот в это общество и разделимся как раз на полицейских, будем искать преступников, точнее, они будут их искать. Готовься к судебно-настреции. Они будут их искать и сдавать мне всех, то есть там будут писать доносы друг на друга и прочие вещи. Да, им очень понравилось. Мы такие, да, да, сейчас сделаем. Они там все прочитали, все пришли, мы очень здорово разбирали тексты. Понедельник, понедельник. Получилось так, что за все это время, пока они читали тексты, они ничего не сделали. И знаете, что они сказали? Они пришли и сказали, ну, мы же, мы друг друга задавать не будем. Всем классом, никто ничего не сделал. Я даже не знала обрадоваться и покорчиться. Наверное, обрадоваться нужно. Ну, конечно. Но это вот тоже, видите, к этой мысли, которая во многих фильмах и книгах продуцируется наподобие истории про остров, где дети, потерпевшие авиакатастрофу, возрождают то же самое общество с той же нетерпимостью. Повелитель мук, да, как он называется? Да. И это вот таких очень много историй про то, что есть какой-то социальный геном, и неважно где, в космосе или в будущем времени он обязательно проступит. Ну, вот пример, который они это привела, показывает, что это тоже мифология. Совсем не обязательно. Не обязательно, что вот эта ролевая игра приведет к тому, что у Милграма происходило или у Зимбарда. Совсем не обязательно, что социальная реальность так устроена, что все фатально, неизбежно и движется по одним и тем же законам. И поэтому вот это вот для меня тоже главная пафос лекции, что можно менять. И история показывает тысячи таких примеров, как, казалось бы, колоссы или великие империи или какие-то порядки, власти, уж, конечно, такие, как феодализм, например, рушились, и следа их не оставалось. И поэтому с капитализмом то же самое. Джон Холлоуэй говорит, что я хотел бы однажды попасть в музей капитализма, где можно будет видеть орудие эксплуатации, как орудие угнетения прошлых веков. И обязательно будет такой музей, потому что то, что мы сейчас считаем неизбежным, вот как любой офисный планктон, все эти отношения и всю эту систему, внутри которой только карьера, только успешность определяет твой статус, это тоже такая всего-навсего страничка в этом большом учебнике, перелеснем ее и забудем про весь этот ужас когда-нибудь. Ну, а еще, конечно, последнее самое я хотел сказать на лекции, как-то акцентированно не получилось, но вот эту вот цитату вернул из Наоми Кляйн, что реальное фашизм и капитализм, если говорить именно реальном, за вычетом символическое воображаемого, ну, вот как вот в этой цитате и как в рассказе про случай из Нового Орлеана, это такая чудовищная безжалостность или маленький непристойный секрет. Я готовлюсь к выступлению на конференции «Кино и капитал», там у меня будет как раз сообщение на тему капитализма как персонаж или как киноперсонаж. Во многих фильмах есть такие либо фоновые характеристики капитализма, такие объекты тоже, которые, как знаки товарного изобилия, вызывают зачарованность зрителя. Там все эти небоскребы, машины и прочее. А есть сюжетные иногда логические какие-то структуры капитализма, как вот там те же самые секреты фирмы, как на самом деле устроен бизнес. Многие фильмы показывают нам, на чем на самом деле строятся империи, как там «Империя крестного отца» или «Империя из фильма «Фирма». В других фильмах капитал – это вампир. Но это старая марксова цитата про то, что корпорации похожи на пьющих кровь вампиров, и они выжимают кровь только из живого труда. И поэтому вот эти вот разные-разные образы капитализма, они ведь не могут не быть в кино, потому что капитализм производит кино, это коммерческий продукт, прежде всего. Он оставляет такие автопортретные характеристики свои. И вот один из главных лейтмотивов, мне кажется, в фильмах – это маленький непристойный секрет того, как все на самом деле устроено. Вот как в фильме «Остров», например, «Все прекрасно, но оказывается, что они доноры органов». А так-то все неплохо. И в разных других тоже картинах, и в «Матрице» тоже вспомним, да, базовый текст по кинофилософии. В «Матрице» тоже все замечательно, прекрасно. Но правда, правда, ты всего-навсего батарейка. Лучше не знать, лучше принять другую пилюлю. И поэтому рано или поздно вот такая возникает очевидность, очевидность того, как все устроено. Это травмирующее открытие, если ты когда-нибудь его получил, оно тебя уже в покое не оставит, как Нео, помните, он все время в метафизическом беспокойстве. Вот из этой червоточины вызывает его интерес, из того, что что-то неправильно, порядок социально устроен как-то криво. Там есть какие-то системные ошибки, как вот это вот дежавю, например. И поэтому, раскапывая то, как все не так устроено, он приходит к открытию чудовищной тайны, что вообще все мы всего-навсего такие тоже доноры электричества для матрицы, которой абсолютно нет никакого дела до гуманизма. Поэтому вот в этом тоже состоит, мне кажется, секрет капитализма как таковой. Об этом книга «Доктрина шока» и об этом те примеры, которые я сегодня упоминал. Поэтому давайте будем принимать красную все же пилюлю. Она полезительнее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ